Как и было заявлено в анонсе, сегодня тема нашей передачи будет интервью с Владимиром Мунякиным, человеком, который занимается разработкой и внедрением различных изобретений, научными проектами и инвестиционными также. Он, насколько я знаю, даже баллотировался президентом в 2015 году. Однако об этом поговорим в ходе нашей беседы. Начнем мы сначала. Владимир, расскажите свой жизненный путь, с чего вы начали, с какой ВУЗ вы закончили, какая у вас специальность. И далее по порядку, как ваша деятельность развивалась в 90-х годах в начале, когда вы начали действовать, с чего вы начали. Добрый вечер. Меня, наверное, хорошо слышно, все, наверное, слышат. Пока людей не очень много, поэтому я постепенно начну, чтобы было понятно и остальным. Ну, началось все, конечно, не с Белоруссии. Я родился в Воронежской области, и моя там родина. Ну, прошло так, что середина восьмого класса, это 72-й год, я переехал в Витебск. Ну, отец у меня умер в 38 лет, и здесь у моей матери сестра родная. Поэтому мы решили вот сюда перебраться. Так я стал гражданином Республики Беларусь в дальнейшем. И учился, заканчивал, и здесь у меня было становление. Я, начиная с детства, как говорится, был увлеченным человеком, все время чем-то занимался, увлекался буквально, ну, наверное, еще до школьной поры. Я рисовал, был активным человеком и в школе, и в классах, и пел, и выступал, занимался радиоэлектроникой, фотографией, авиамоделизмом. Ну, так вот, всего мне это интересовало. И в итоге я основной свой путь выбрал радиоэлектроника. То есть, фактически, я учился много-много где-чего, позакончил, понаписал, понаделал, и дальше помогал многим получать дипломы в разных других вузах. Сначала это РТИ, ну, это Минский университет, в то время так называлось, потом Институт в Нархозе, но это не мои уже дипломы. Технологический университет в Витебске, тоже дипломы. То есть, это был такой маленький бизнес. Но у меня было уже пять профессий по самым высоким разрядам и со стажем работы на предприятиях, на заводах. Я удосужился и получил первую группу допуска к секретности на оборонке, так называемой. В то время, ну, это уровень уже высокий довольно-таки. И у нас в Витебске телевизионный завод, сейчас уже нету секрета, в интернете можно все это посмотреть. Я оказался первым человеком, который имел этот допуск и всего, ну, гарант всего предприятия. То есть, ездил, это объединение Ленинец, это Санкт-Петербург, первое-второе предприятие, Витебске шестое. Ну, выпускали электронику разную, понятно, воздух-воздух, воздух-земля и там разные другого. Вот я это изучал, схемы секретно, ходил полковник вокруг, зад-вперед, выдавали мне документацию первую, которая поступала с КБ. И вот таким образом, ну, это последний момент такой. Потом дальше началась перестройка. Вычитал в газете, что происходит, проходит собрание предпринимателей в городе, такое организационное. Ну, и пошел на это собрание. Меня выдвинули организатором первого съезда коператоров. Ну, и, в общем, в то время это было вообще новое. Наверное, кто помнит, бабки кричали, спекулянты, вас там расстреляют, там все. Ну, они сейчас вот продают сами. Говорят, мы сами вырастили, мы это наши. Ну, я говорю, вы же перепродаете, что-то там получаете. Ну, в общем, здесь ситуация такая, что когда я попал на съезд, он два дня длился, это области, областной съезд. И, соответственно, два человека там между собой боролись. Ну, народ, а 365 было директоров, как я помню. Такая цифра интересная, сколько дней в году. Были банкиры, были всякие там другие компании. Ну, имеется в виду компании, а просто которые привлекали тоже к себе клиентуру. Бухгалтерские там курсы и так далее. И был среди них банкир один из них. И он заинтересовался моей персоной. А меня там выдвигали президентом Витебской области. Но я подумал, ну, зачем мне это президентство, потому что это юридическое направление. В общем, в итоге банкир дал согласие, Кооперативный банк Двина открылся. Это первый банк вообще, наверное, может быть, в Белоруссии даже кооперативный при том. И я получил на то время эквиваленте, ну, наверное, это в эквиваленте, я только скажу, чтобы вы не путались. Это миллион долларов под 5% годовых на 2 года. А до этого я сделал 5 телефонных станций на 10 номеров с электронной связи буквально дома на коленке. Вот уже у меня был третий вариант исполнения. И дальше, в общем, мне нужно было запустить какое-то мелкосерийное такое производство по 100-200 штук. Но 100 штук, я вам скажу, для 200. Вот это 93-комнатный квартир по стоимости в продаже, чистой прибыли было. То есть я получал прибыль в 28,5 раз больше, чем себестоимость этого изделия. Ну, электронику разную создавал, выпускал, первые радиомикрофоны, целый список большой, электронное зажигание и набор радиолюбителей, продавали в Минске в магазинах, там, все это было. Но так получилось, что я сам успешный получился так вот по эффективности проекта. И вроде бы самый честный, государство должно вроде бы меня поддержать как-то вот что-то. Никто ничего не поддерживал. Вместо этого вскоре ко мне устроился человек, племянник, потом я через много-много лет, больше, чем через 10 лет это мне рассказали, племянник прокурора Шахметова. Областной прокурор такой был, сейчас он на пенсии, и хотелось бы с ним встретиться, конечно, глаза посмотреть. Его племянник устроился ко мне на работу и организовал переворот, ограбление, грабил, вся власть грабила. Милиция остановила машину с автоматами и забрала. Сказали, нам позвонили забрать, будете убегать, будем стрелять. Ну, как будто там кто. То есть, такой беспредел был. И сейчас, в настоящее время, эти документы, архив уничтожил. Когда официально я в прошлом году уже организовал заседание в горосполкоме, направлено от горосполкома в Минск, в Минск направлены были документы, потом направлены в областной генералу, как говорится. Ну, вниз пустили и быстренько все уничтожили. Ну, это вот так вот для примера, что нам нужно всем людям. Хотелось бы, чтобы была у нас свобода в жизни, не было вот этого беспредела. Получается, что часть людей, ну, не часть людей, а предприниматели или люди живут сами по себе, а власти сами по себе. Мы об этом уже знаем, даже, наверное, рассказывает, нет смысла. Потому что люди понимают, что происходит у нас. То есть, кто приходит к власти, тот, соответственно, ну, противостоит народу. В общем, здесь, конечно, можно долго рассказывать, это целая история своя. Но по проектам, которые... В общем, 10 лет я в Питере жил, полтора года в Москве и полтора года в Минске. И создавал проект, ну, это в 93-й год, 92-й. Я первый купил, наверное, самый дорогой компьютер. Стоил он в то время как 7 трехкомнатных квартир. Это ужасно. Ну, тогда в то время это 50 тысяч рублей стоило. И, в общем, я стал учиться с того времени. И была идея создать некую сеть, ну, систему, когда люди мгновенно смогли бы получать информацию. Ни о каком интернете мы еще в то время названий не слышали. Это был 92-й, 93-й год. И я поехал в Минск. Здесь я... Мне директор Белсофта компании помогал что-то создавать. Я не был никаким программистом, ничего в этом не понимал. Поехал в Минск учиться. Учился самостоятельно. Накупил кучу компьютеров. Забрал с собой радиодетали, которые еще остались. Нужно было продать их. Поднял человека, 17-летнего паренька, который до сих пор, может быть, торгует компьютерами на всю Беларусь. Ну, в дальнейшем уже. Он... Его заметил инвестор один. И нашел... Нашли друг друга на рынке, на радиорынке. И, в общем, таким образом я там как-то выжил, учился и создавал вот этот Интернет-2. Только Интернет-2 не ирабская, а римская, чтобы было понятно. Ну, в общем, фактически что-то создали первую версию. Это же еще модемы были. Дальше Москва, потом Питер. В Питере мы шли до бюджета, пять лет шли. Пять лет дошли до денег, до исполкома СНГ. Но понятно, что там определенные оказались условия. Условия, которые были для нас неприемлемы. Готовы были подписать очень большие деньги на проект. И у меня был директор, который отказался, испугался этих сумм. Он в этом не понимал. Хотя прошли пять выставок мы. И, наверное, 10 тысяч там чиновников разных. То есть были разные встречи за пять лет. Дальше зарегистрировано было предприятие «Дистрибут», которое в прошлом году только закрылось. И заработали там приличные очень деньги. Деньги украли банкиры с налоговой вместе взятые. То есть не обращался я никуда. И вдруг смотрю, предприятие-то мое до сих пор с 2004 года открыто. В России тоже не особо такая ситуация. Я думаю, в мире нужно быть внимательным всем, кто занимается большим бизнесом. Но я в эти цифры, в большие, мало верил. Поэтому и не обращался. Оказалось, что да, там вроде бы были бы деньги. Сумма там где-то 220 миллионов долларов. Все это ушло в никуда. Только банк поднялся. Ну, я нашел партнера. Партнер занимался банкротил предприятие. И он решил финансировать проект. Мы создали коллектив. Заняли территорию в здании института Гипрообр. Это недалеко... Ну, это в Санкт-Петербурге, недалеко метро Фрользенская. И, в общем, в итоге мы создали уже четвертую бета-версию. То есть более современную версию последнюю создали. Хотя в Минске показывали до этого... Я ездил, показывали в Академии наук на большом экране работающую уже технологию. Но так как, понятно, не хотелось продаваться никуда. Ну, даже выходил... Через Твиттер выходил Белгец. Я не верил, что это он, но смотрю, там много его вся история, кто выходил. Чтобы, понятно, не поймешь. Сдавал вопросы, для чего интернет-2 нужен. Я понимаю, что он сейчас особо этим и не занимается. Но так, мимо прочим, прошел мимо. Я пообщался с ним немножко. Я понимаю, что есть люди, которые готовы финансировать. У нас даже были такие переговоры. Известный человек, миллиардер, который готов был. Но 80% доли хотят. Если бы наша Беларусь, наши органы власти сделали какую-то маленькую-маленькую такую поддержку, мы здесь активировали бы все. Я в прошлом месяце попытался попасть на прием к нашим военным, генералам. Как раз у него был прием. Случайно, чисто, в Минске был. И смотрю, вот прием у генерала. Но он не вышел на работу. Собрались там люди, ждали что-то. Поговорил человек-адъютант, видимо, ни о чем. Я был с Титовцом. Это человек, который преподает в Белорусском государственном университете. В общем, ситуация вышла у нас, вернусь назад, в Питере следующая, что мы этот проект делали бы вечно. И по причине, что люди не готовы работать как нужно, не отрабатывать свои, не только свои деньги, но и большие, которые готовы оплачивать за этот труд. Для этого нужно этих людей переподготовить. Оказалось, что с тремя высшими образованиями приходилось людей просто увольнять. Были такие случаи, менять коллектив. Это целая была своя история и свой опыт. Теперь для того, чтобы быть лидером в этом направлении, необходимо создать свой коллектив, который смог бы все это реализовать за короткое время, за один год. Ну, тяжело идет набор этих учащихся. Нас везде стали блокировать. Вместо того, чтобы оказать помощь и поддержку, за деньги даже, не размещают в газетах ни статьи, ничего. Даже статью одну разместили. Слушайте, давайте статью расскажем, что такое интернет-2, для чего он нужен. Просто вот чисто интересная статья. Думали целый месяц. Это газета Витбича, Витебске. И ответ такой. Вдруг вы соберете деньги и уедете. Но я уже 200 раз собрал деньги, но никуда ничего не уехал. Но им это непонятно. Наверное, у них такая мечта. У самих собрать деньги и уехать. Понятно, что люди здесь, в Белоруссии, кто с головой старается вообще, наверное, уехать, попрощаться. И искать где-то свое предназначение в другой стране. Ну, в общем, здесь вот, это вот по истории, по проекту интернет-2. Если связать еще проект социальной безопасности, я выступал в Академии наук, вернее, выступал в БГУ в нашем, то есть такой человек, который 6 высших образований имеет, экономических, тоже знакомый есть. Он, соответственно, на моем канале есть Довгель Евгений Станиславович. И он много лет уже экономическую реформу предлагает, но его не слышит власть. Чуть-чуть что-то там услышала, что-то чего-то там делают. Но это такие мелкие шаги, что я, конечно, далек от этих его экономических преобразований. Он берет пример с Японии, но это не наш, я думаю, что не наш шаг. Мы до этого не доросли, у нас другое общество, все-таки другое место предназначения. И я сделал вывод такой, что нам нужно найти свое предназначение в нашем месте, где мы живем, а не брать Японию или какой-то Китай или еще что-то. Там совершенно другая культура, другие возможности, и другие люди по-другому работают. Но здесь нам нужно, что сделать было? Первая задача была, людей нужно обеспечить деньгами. Лукашенко ездил в ШОС, ну, ездил, летал недавно совершенно. И, наверное, каждый из вас слышали, что, если ролики смотрели какие-то, что он поднимал вопрос о безопасности продовольственной. Но продовольственная безопасность была важна в 90-е годы. В 91-е, там, в 94-е годы, когда у нас пустые полки были, перестройка, когда мы еще были изолированы. Сейчас ситуация совершенно другая. Если у нас все сгорит, как говорят, продуктов не будет, продовольствия, и если у нас есть доллары, то нам привезут со всех стран, где это все производят, и скажут спасибо, мы вас любим, покупайте. Сейчас нету такой ситуации, что у нас все провалится, и будет у нас голод, если у нас, у нас должны быть что? Деньги должны быть, чтобы мы могли это купить все, и с Америки привезут. Поэтому продовольственная безопасность это в прошлое ушло. Ну, я не буду характеризовать нашего действующего лидера, который, я думаю, мой взгляд, что это все незаконно. Когда я вернусь сейчас, вот вопрос был такой по президентству, альтернативной экономике и экс-президентам вот тут написали. Да, я обращался в эти органы, и когда изучал Конституцию, то смотрю, по Конституции я не могу стать кандидатом в президенты по той причине, что я не родился в Республике Беларусь. Я родился в СССР. Я думаю, что-то здесь не так. Я пошел, проконсультировался у Петрова Анатолия Петровича, он как раз преподает, и мой знакомый преподает именно эти предметы, и юридическое право, и Конституцию, даже учебник написал для учебника, ну, для вузов Беларуси. И он говорит, знаете, что да, это нонсенс есть такой, что на основе 80-й статьи есть такая вот ошибка, что ни один человек не может стать президентом на основе этой статьи. Тот, кто может, тому нету 35 лет. То есть, фактически, там, если было на территории Республики Беларусь, то понятно. Но я позвонил, мне сказали, вы можете. Да, вы можете, потому что у вас есть оседлость. Это такой юридический термин, когда человек долго живет на данной территории. Ну, я с 72-го года живу. Хорошо. Дальше молодые ребята стали активировать меня с Минска. Приезжайте, давайте, давайте мы вас поддержим, давайте. Ну, это было время уже упущенное. Надо было этим заниматься, ну, за несколько месяцев, может быть, за год даже развивать. Потому что, чтобы была поддержка населения, нужно что-то сделать. А понятно, что у нас ситуация такова в стране, что чтобы что-то сделать, у нас пропадают потом люди, которые что-то делают, пытаются сделать. И знаем, где находится Шеремет. Ну, я думаю, что тоже понятно. Который высказал, есть его красноречивая такая пятиминутная там где-то речь, ролик такая вот. Поэтому мы знаем ситуации, которые возникают с людьми, которые против нашего батьки. И я был у Гайдукевича, ну, перед теми выборами, я с Олегом разговаривал, и Сергей Васильевич даже спрятался был, не пришел на переговоры. Специально приехал в Минск, договорились все. А он, видите ли, в 7 часов утра уже был Пашенко, вызвали. Но я понял, что эти люди, это про, 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 не самостоятельный, назовем так. Они сами отчитывались, что они жена его, сын и вот отец получали по 50, но в то время миллионов. Это официальный отчет, я просматривал. По 50 миллионов зарплату от Лукашенко. И как бы у них есть такая либерально-депаратическая партия, которая как бы альтернативой служит. Поэтому, ну, изучив это дело, я понял, что ничего с этого не будет. Гайдукевич сказал Олегу, что сначала будет Лукашенко, а потом буду я. Хорошо, я, я. Ну, имеется в виду сам Олег, Олег Сергеевич. Я сказал, что почему не хочешь активно избираться. Если вы помните, вместо старшего, ну, отца, выступал в прениях сам Олег только. Ну, а сам отец поехал общаться с 200 человеком, когда, наверное, 2 миллиона зрителей у телекранов ждали его пламенную речь. Ну, вот нечего было, видно, сказать уже. Ну, ладно, не будем мы их обсуждать, потому что это их право придумать себе жизнь. Наша задача сейчас стоит, что нам нужно сделать для того, чтобы изменить нашу экономику. Не когда-то там через 20 лет и ожидая, что вот умрет наш глава, станет у нас все по-другому. Да не станет у нас все по-другому, если люди будут сидеть и ожидать. В Беларуси, да и в России такая ситуация, что люди ждут, что кто-то должен сделать. Кто-то должен прийти и сделать. Но не будет, вот придет другой человек, третий, то же самое будет. Потому что это не из народа люди уже сейчас будут, а это будут поставленные. Мы сами прекрасно понимаем, что из народа сейчас, чтобы это все сделать, это нужно активировать народные массы. Но как активировать народные массы при таком полицейском государстве, как у нас? Да и в России такая же ситуация, мы сами прекрасно понимаем. Я был специально, когда выборы проходили, специально посетил два участка. Мое мнение, 15% пришло избирателей. Это не более 15%. То, что я посмотрел журналы, к концу дня, сколько было... Были последние выборы. Да-да, последние выборы. Я, на мой взгляд, это было процентов 15 всего, которые пришли. Потому что я в 31-й школе, это на Московском проспекте, наверное, около 4-х часов постоял. И потом есть, ну, тоже на Московском проспекте, там три участка было, и еще участок в педуниверситете. Я вот посмотрел, сколько же реально, думаю, ну, здесь это центр, центр города, все, людей много живет. Понятно, ни один участок даже. Люди не пошли, просто не пошли. Они не верили ни во что, ни за кого голосовать. И приходили по домам, когда ходили врачи, приходит врач, звонит мне в дверь. Я говорю, слушайте, а чего вы ходите? Уже собрали подписи, ну, 100 тысяч подписей надо собрать, когда предварительно. Миллион девятьсот собрал. Для чего? Нам сказали, если не соберу я количество подписей такой-то, то меня уволят. Вот такой нажим был, понятно. Врачи, учителя ходили по квартирам. Ну, понятно, что для того, чтобы изменить все, есть вариант такой, что людям нужно рассказывать правду, что нужно нам делать. Понятно, что нам нужно вести канал. Сейчас есть такая возможность. Но самое важное, как объединить людей, рассказать им реалии, ну, радио свое какое-то такое открыть. Может быть, нужно определенное время, ну, грамотно все это выстраивать. Потому что мы сами понимаем, что нас будут вычислять, нас будут искать, нас будут не то что слово прессовать, но наша задача должна быть правильная. Наша задача не разрушить государство, ни майдан там какой-то проводить, ни какие-то там акции, которые ни к чему не приведут. А нам наша задача изменить экономику. И предложения вот следующие были. Я прихожу как раз к следующему такой теме. Это социальная безопасность я назвал. Этот проект начал постепенно подниматься в Белоруссии. Ну, я и в России планировал, но россияне никак не реагировали. Если бы я с России это все давал рекламу, там жил, то, наверное, с Россией пошло бы дело быстрее. У нас население все-таки в 15 раз меньше, поэтому ожидать, что пойдут очень много людей. У нас же прошли вот эти вот... Да у нас не так прошли, как в России, МММ и всякие вот эти вот лохотроны. И люди не доверяют. Да у людей нет денег еще к тому же. Здесь задача стояла следующая. Да, у нас нету средств, чтобы собрать, допустим, как мы планировали, 2 миллиарда долларов и 160 миллионов еще плюс. Это для производства, для организации производства. То есть мы все понимаем, что производство только могут давать доходы. Но производство это не говорит о том, что нужно обязательно в Белоруссии их создавать. Не обязательно. Если нужно нам создать и выпускать там рикши для Индии, посчитаем, то значит хорошо в Индии. Пусть они там покупают. Но деньги мы сюда привозим. Если каждый человек будет получать в дальнейшем от этих производств, ну, это можно за 3 года где-то все это развить, от производства по 5-10 тысяч долларов просто не работают. Ведь представьте, что лет через какое-то времени, что 10% людей на планете будут только работать. Остальное все роботы. Но человеку не будет места для работы. Не будет места. И нужно к этому готовиться. И чтобы это все решить, нужно, ну, не то что слово хитростью какой-то, а нужно это все продуманно сделать в рамках закона. Притом в рамках закона, чтобы никто ничего не подписался, как бы не было претензий никаких. Здесь вот в рамках закона это все было сделано. Производство можно? Можно. Займ можно брать? Можно. Собрать? Можно деньги? Можно. Но количество людей, я понимал, что много мы не соберем, и эту сумму нам не поднять. Это понятно. Я всячески пытался активировать все это. Ну, да, я не верил, что это пойдет. Это пошло. Я сейчас вот первый шаг, мы это сделали, второй шаг. Зарегистрировали два предприятия. Технически уже есть возможность и дальше двигаться. Но второй шаг была Россия, а третий шаг Европа. Вот с Европы у нас, если там начинали мы 36 долларов всего за одну условную единицу, которая превращается в тысячу долларов через три года, то европейцы будут 50 тысяч вносить. Я, для примера, хочу сказать, как живет Англия. 60% людей вкладывают в акции. Они уже 200 лет вкладывают. Для них это как игра, фактически. И есть многие семьи, которые зарабатывают до миллиона долларов в год. То есть за счет вот этих вот акций. Правда, это уже не вчера у них сложилось так. Они учат это. Для нас, понятно, непонятно это все. Для нас, во-первых, у нас нету и средств таких вот у людей. Ну а как нам быть? Значит, что мы должны по чуть-чуть поднять проект, потом выйти на Россию, больше поднять, в 15 раз больше населения. И все-таки Москва там, она по-другому живет. 200 долларов, как у нас сейчас, это считается, ну, это недавно был в Москве, они говорят, не-не, 200 долларов никто не даст. Вот 5 тысяч, да, и 50, ну, 10 условных единиц. Это понятно, это люди понимают, что за эти деньги можно что-то сделать, если много собрать. А если будешь собирать там по копейке, то, понятно, это только на бензин хватит. Но с чего-то же нужно было начинать. Вот мы и начинали с маленьких денег совершенно, чтобы поднять дальше проект. Никто, ничего откуда-то, просто вот если кто-то даст, то нужно ему это все и возвращать. Поэтому здесь население. То есть это заим по обязательству называется юридически. То есть фактически берем обязательства, что эти деньги запускаются в проекты, запускаются в производство. Но сейчас мы идем в оформлении с государством, ну, в России параллельно разные. Нету денег у людей, кто оформляет, с бюджета получать. Чтобы оформить сейчас, требовались немаленькие деньги. Везде нужно платить. Это в Москве. И вот у нас сейчас как раз идут оформления. То есть там мы уже имеем доли определенные. Ну, или выделенные средства. Там связано с большими проектами. Вот я буквально хочу, если там это все будет какая-то застрянет еще по времени, то у меня задача стоит снять художественный фильм. Москва, Крым с названием пока такими. Это будет, в него войдет 10 небольших фильмов, эпизодов из жизни граждан, ну, России. То есть фактически это даст толчок, ну, людей как можно привлечь? Привлечь через чего-то, чтобы было им интересно, чтобы это было понятно. И недокументальный фильм. Недокументальный был. А вот, извините, Владимир, секундочку, хотелось бы вас перебить. А вот небольшой такой, раз вы сказали про Крым, провокационный такой вопросик. А Крым, по-вашему, вот он чей? Ну, смотрите, по поводу Крыма я не хочу что-то говорить. Во-первых, смотрите, чей не чей. Здесь, если все граждане Беларуси, ну, не все, пусть дам большое количество людей, там, 90%, и скажут, мы хотим в Европу, ну, к примеру, то мы можем же в Европу войти? Можем. Или в Россию, или куда-то. Не-не-не, вы путаете. Досоединение России, то есть лишение суверенитета или сотрудничество экономическое, как это, Евросоюз? Смотрите, да, да, здесь, нет, здесь мы же сейчас как бы вроде бы самостоятельно, мы не туда, не туда. Мы самостоятельно сейчас, начнем с этого. Но экономический союз в Европе, он имеет, ну, другой статус, и законы там одни и те же на, ну, на каждое государство, фактически одни и те же. Да, нужно принимать законы, чтобы не сотрудничать. Мы должны принять тогда эти законы, здесь все свое порушить и принять. И мы говорим, мы уже Европа, мы в Европе. Ну, стремится Украина. На вопрос, пожалуйста, на вопрос. Если поближе к вопросу, вот видите, вот, Серый Кот вам спросил, там, совершенно конкретный вопрос. Если можете, вот точно конкретно и вот так, как вы думаете? Значит, да, Украина, но есть история Украины, это понятно. Люди захотели жить в России. Начнем так, если это так. Мы же не знаем точно, как там все это происходило детально. Хотя присматриваемся, смотрим, да. А, чья Украина принадлежит или России, да? Да, да, да. По истории, это бывшая российская территория. Мы знаем историю, что... Ну, он же был украинский. Да, Хрущев подписал. Подождите, вы знаете истории? Вы знаете истории? Да. Можно вас тогда спросить, в каком году было образовано государство, такое, как Российская Федерация? Ну, если берете еще при линии, да? Нет, я вас конкретно спросил государство, Российская Федерация. Именно это название, которое я вам сейчас сказал. Ну, понятно. То есть, в то время, когда это был... То есть, Горбачев... Вы только что к историю сейчас... Я вас задал конкретный вопрос. Да, да. Российская Федерация в каком году образовала? В то время, когда образовалась Российская Федерация. В новое время имеется в виду. В новое время, 91-й год. Правильно. Да. А Украина в каком году образовалась? Вместе с Белоруссией. Ну, это тоже приблизительно эти же годы. Можно спросить, между нашими государствами есть договор, подписанный о соблюдении территориальной... Независим территорией. И никаких претензий. Был. Да, есть. Подождите, он был или имеется сейчас? Он действует? Действует, я думаю. Ну, так а зачем вы какой-то истории, извините... Нет, нет, нет. Я понял, о чем вы клоните. Хотите сказать? Я нет, я просто констатирую факт. Я не хожу никуда. Есть факт и все. Мы должны отталкиваться от этого. Это понятно, да. Юридически спорная получается территория. Ну, юридически, если так разобраться. Российская федерация признала Украину как государство, и Украина как государство признала Российскую федерацию в границах 1991 года. Юрид, состав Украины, Крым на это признание входил или нет? Крым. Я был в Крыму в 1994 году. Вопрос конкретный задан. Крым принадлежал Украине. Все, вопросов больше нет. Да, да, да. В то время. Я был в 1994 году. Месяц целый там был. Отдыхал. Если у вас украли кошелек, как вы думаете, кошелек ВОР, он считает кошелек свой или кошелек принадлежит вам? Нет, кошелек принадлежит хозяину. Я еще раз повторяю. 1991 год. Международный договор. А если еще интереснее, давайте к 1996 году как-нибудь обратимся. Меропешский меморандум. Если вы апеллируете какими-то фактами, в частности, Беларусь отказалась от своего ядерного оружия и Украина, взамен на денежные средства Беларусь, а Украина как поступила? Ну, если вы хотите что-то говорить, я бы хотел слышать от вас конкретных вещей, а не каких-то эмфемерных обещаний. Это понятно. Ладно, Литвин, мы отходим немного от темы. У нас основная тема сейчас экономика. Я вот хотел вложиться в предприятие человека. Предприятие человека. Нет, смотрите. Я хотел бы акции купить. Вы сказали, вы уже два предприятия открыли. Вы бы не могли бы их огласить? Ну, одно предприятие в Москве у меня сразу было открыто, Агес ПРУ. Да. И второе, Агес Вневер. Это связано с подготовкой, переподготовкой учащихся под проект Интернет-2. То есть это большой проект, гигантский, но сразу быстро не получается, естественно. Подписан договор с БГУ, соглашение о сотрудничестве, ну, с Минским БГУ. И фактически в Москве идет драчка, что надо самостоятельный университет создавать свой. Я недавно был в Бауманском университете. Ну, каждый свое диктует. Те условия, которые у них прописаны, то, что они обучают, а другое они не хотят ничего делать. Ну, это, если так вот, по предприятиям. Еще у нас идут несколько проектов, которые нужно дооформить. Это связано с государством, финансированием государства. Это там связано с золотыми приисками и созданием, там, приобретением оборудования, искусственные алмазы. Вот сейчас я каждый день связываю с Москвой. И через 2-3 дня я буду там опять. Буду рассматривать, что там дальше сделано уже на этот счет. Поэтому я им помогаю в оформлении. И мы, вот эти вот все материалы и документы, ну, не знаю, я хотел, чтобы они, каждый из руководителей выступил, снял на видео, чтобы люди посмотрели, ну, что у нас работа идет. И на территорию России мы уже, потому что, ну, Беларусь, кто хотел, тот слышал, наверное, о проекте. У кого-то нету средств, у кого-то сомнения возникают какие-то. Единственное, что вот минус, что у нас затянулось время, что я вот себя как бы, ну, планировал, что это быстро люди как-то сориентируются. Ну, ничего, другие созваниваются, я открыто все. Люди созваниваются и говорят, ничего страшного, если у нас даже на год позже будет, ничего страшного. Но мы идем, двигаемся, не стоим на месте. Хорошо, Владимир, вот небольшой вопрос. То есть многие считают, ну, относятся так подозрительно к этим проектам, то есть считают их, прямо говоря, финансовой пирамидой. То есть меня интересует такой вопрос, каким образом, то есть за счет чего вы получаете прибыль и насколько вы уверены в том, что конкретно будет прибыль? То есть как вы вообще диверсифицируете риски? Потому что, возможно, вот создаете предприятия, но они же могут обанкротиться или, то есть оказаться убыточными. Давайте по порядку. Значит, на сайте там все-все расписано, есть ролики презентационные, но я повторюсь. Значит, первое, невыгодно создавать одно, два, пять предприятий. Нужно создавать целые, ну, в разных направлениях, допустим, по плану было, чтобы возможно было поднять через европейские финансы, это 400 предприятий. В среднем 5 миллионов долларов на каждое предприятие, это в среднем. То есть приобрели какие-то станки, оборудование, что-то начали делать, собрали там, наняли людей, 100 человек, приблизительно 200, и что-то выпускают. В разных местах, где нам выгодно, то, что это принадлежит все не человеку одному, а это как корпорация такая вот у нас. Но для того, чтобы решить, что выпускать, как выпускать, я один это все это не сделаю, это же ведь большая работа. Для этого головной центр будет организован, где будут работать подготовительные курсы специалистов, и отправим директора, инженера в разных направлениях, ну, конкурсы организуем. Очень много проектов в России существует, и множество предложений существует. И нужно просто рассматривать специалистам конкретно и принимать решения. Хорошо, но как вы конкретно диверсифицируете риски? То есть вы по секторам создаете в разных секторах предприятия, или в разных местах, то есть территориально, или вы вкладываете не все средства в производство, а часть, например, в какие-то облигации, чтобы в случае кризиса, например, какую-то прибыль получить? Объясняю, это производство все. Только производство, да? Да, только производство. А по секторам что касается? Расчет, смотрите, даже расчет, смотрите, расчет даже 20% производства, это, ну, худший вариант, я рассмотрел, даже станут, ну, неэффективными, назовем так. Они есть, но они неэффективны. Но мы сможем перестроить их, ну, отстанут они, перестроят. Еще 20% предприятий могут быть не особо в хорошем тоже состоянии, а вот 60% это будут тянуть. То есть мы выберем, конечно, бывает, выпустили что-то, как говорят, выпустили тапочки, которые никому не нужны, потому что их выпустили другие в это же время кто-то, по дешевле цене взяли, продают. Это понятно, риски существуют сейчас. Мир сейчас объединился, и у нас нету такой ситуации, что мы вот выпускаем, и все в Беларуси здесь все съедается. Сейчас, если мы здесь выпускаем, то нужно продавать во всем мире. Если это выгодно экономически в какой-то стране, и люди там работоспособные, мы вкладываем туда деньги, в ту же Индию, я условно говорю, может, в Китай, где нам выгодно. И мы там производим какой-то товар. Бывают заказы под заказ. У меня были случаи, что в Подмосковье есть завод, выпускают тепловозы. Индия заказывает 36 тепловозов. Мы сразу готовы оплатить. А они один тепловоз в месяц делают. Но нет оборотных средств. Надо посчитать, выгодно это, невыгодно. Если вот мы вкладываем, через сколько времени, что получается. Понятно? Это экономисты уже считают и все остальное. То есть цель вообще проекта всего в совокупе, мы должны заработать в 4-5 раз больше средств, чем на выплаты гражданам, которые вот вкладывались. В принципе, это нормально. Это новое. Поэтому люди с осторожностью смотрят на это. Но это не пирамида, потому что здесь никто ничего никому не передает. Здесь нету иерархии какой-то вот такой вот. А скажите, как ваш фонд оформлен? То есть это что, по его инвестиционный фонд? Или это какой-то там, я не знаю. Это займ. Для того, чтобы мы не платили налоги, это займ. Я сначала согласовал с налоговой инспекцией. А в каком государстве? То есть где зарегистрирована ваша компания? Какой она статус имеет? Это что вообще? Это акционерное общество. Это статус в России, в Москве. В Москве зарегистрировано. То есть у вас российская регистрация? В Москве, да. То есть у меня есть оферты, которые 18 страниц. Писал человек, 10 лет проработал в прокуратуре при Лукашенко. Ну, если так вот секретно даже скажу, не буду называть фамилию. Но все написано было грамотно для того, чтобы не было никаких проблем. Поэтому, ну, понятно, что новое. Понятно, что это для нас шок, ну, для других людей. Но тот же Довгер, который имеет 6 высших образований, экономист, он говорит, я, конечно, против того, что люди вкладывают деньги. Он считает, что должен бизнесмены вкладывать или вот, ну, участники. Ну, тогда бизнесмены будут богатеть. Ну, да, можно собрать из богатых людей деньги и организовать такой же проект. А люди останутся ни с чем так же. Опять-таки, богатые богатеют, бедные так и останутся. Я говорю, давайте мы по чуть-чуть сначала вкладываемся, потом в России больше, а на Европу увидим уже. Хорошо, Владимир. А в чем преимущество конкретно вашего фонда? То есть, мы знаем, есть различные торгуемые фонды биржевые, да, есть, допустим, даже те же банковские какие-то депозиты. То есть, человек может вложиться в банковских депозитах или в облигациях. Там процент небольшой, но там достаточно надежно. В каких-нибудь хедж-фондах там для квалифицированных инвесторов. То есть, там могут быть и достаточно большие прибыли. И, то есть, опять-таки, это понадежнее. То есть, в чем вообще ваше преимущество перед различными типами? Я производственник, я начинал все это, рассказывал, я производственник. И я знаю, что есть выгодные производства, когда они начинаются только вот, ну, новое что-то, ноу-хау. Только если новое что-то изобрели и начали вот выпускать. Есть приборы с медициной связанные, есть через интернет, можно там диагностику проводить. То есть, вы инвестируете только в стартапы, так я понимаю? Ну, не только ноу-хау, новые разработки, которые предлагают, допустим, аккумуляторы, которые держат минус 40 градусов. Вот эти аккумуляторы в мобильниках, они не держат низкую температуру. Китайцы три раза уже обращались. Но придерживают, не отдают пока. Это химия, то есть, своеобразие. В России изобрели. То есть, если мы вкладываемся в проекты, которые приносят на первых парах, ну, первые годы, очень большую прибыль, то, естественно, мы стартуем хорошо. То же самое у меня было с телефонами станции. Почему я стал выпускать их? Я понимал, что люди в то время ждали телефон по 15 лет, на очереди стояли, и считали, что это дорого стоит. В электронике это как, ну, без кинескопа, как светной телевизор, столько элементов было, там 10 микросхем и сотни транзисторов. Но в производстве это ничего сложного, такого сильного не было, чтобы жгуты там и все остальное, и вот блок такой вот был собранный. И обходился он 125 рублей с СССР в тех деньгах, а продавали за 3600. Вот вы это считаете. То есть, любая электроника, ноу-хау, вот любой мобильник почти, если он продается оптом за 50 долларов, вернее, наоборот, 500 долларов, то он стоит 50 долларов. То есть, фактически, об этом умалчивают все производители, они не говорят, не раскрывают этих цифр. Потом меняют, что-то новое создают. Это понятно. Кто-то там что-то хотел сказать. Я хотел вас спросить по поводу вашей возможной кандидатуры, то есть тогда, в 2015 году. То есть, верно, вы хотели тогда баллотироваться президентом Беларуси? Я узнал, узнал. Ну, надо было, надо за два года было начинать с людьми работать, общаться. Но, понятно, везде боялись. Я говорю, слушайте, давайте пообщаемся на предприятиях. Я прихожу к руководству профсоюзы областные. Ну, руководство профсоюзов области, Витебской области. Нигде ничего не даю. Боятся все. Боятся, ну, как это? Ты откуда и чего? Почему ты должен общаться? Понятно, что молодежь хотела что-то изменить. И, ну, изменить нашу ситуацию, которая сейчас, ну, вообще и в то время, понятно, уже много лет хотят изменить. Но мы прекрасно понимаем, что власть сейчас, ну, находится в каком пути и какая у них есть сила и возможность. Но для того, чтобы баллотироваться, чтобы что-то сделать реально, не, можно с головой пойти, там, с флагами, в Минск поехать не было в то время, ну, и что-то мало и произойти. Но я бы не дошел, не добился бы успехов. Я понимал, что те силы, которые против остальных, ну, вы сами прекрасно понимаете, это бесполезность была бы. То же самое я, когда выходили люди на митинги, вот на эти вот несанкционированные, это тоже ничего не даст. Так же, а декрет о тунеядстве отменили? Да, о тунеядстве, да. В то время я выступил, и в Витебске вообще никто не пошел почти. Нет, так его отменили благодаря тому, что массовые акции были. Да, да. Но не то, что отменили. Заморозили. Да, заморозили, но акции, нужно их писать, нужно было бумагами, понятно, их дергать. Это так же выполняли? То есть они вели переговоры, люди? Понятно. Ну, смотрите, сейчас есть возможность объединять какую-то электронную газету, свое электронное какое-то издание, свое независимое, которое может быть официально или неофициально, я не знаю, но в Польше там некоторые издания, да, есть у нас, которые прячутся, и чтобы не было проблем, я понимаю, независимые так называемые. Но они могут блокировать сейчас. Значит, ну, нужно каким-то путем, чтобы был голос от народа. Просто вот можно было постоянно людям слушать именно этот канал. Интересных людей собирать. Хорошо. А вот чего вы ожидали от президентских выборов? То есть если бы вы смогли стать президентом Беларуси, что бы вы могли предложить стране? То есть в плане экономического развития. То есть как бы вы изменили экономическую политику в сравнении с тем, что делает сейчас наш президент? Ну, смотрите, это очень длинный разговор, наверное, занял бы. И для этого нужна, ну, наверное, выкладка определенная. Так вот просто взять спонтанно и сейчас рассказать все невозможно. Это понятно. В 2020 году новые выборы. Возможно, рассказав сейчас, вы бы положили начало и смогли бы снова баллотироваться в 2020 году. Я думаю, что это нужно отдельно подготовить передачу. Отдельно такое, специально. То есть она должна уже, ну, не то что слово подготовить, а, наверное, собрать необходимый материал для того, чтобы выкладку такую вот, ну, правильную выложить. Не просто вот сейчас в попыхах все рассказывать. Конечно, это работа определенная. Для того, чтобы даже подготовиться и выставить. Это нельзя вот просто в массу. Ну, я понимаю, что будут люди слушать, те, которые, ну, разные люди. Те, которые будут слушать в записи. Это нужно подготовиться. Это отдельную передачу нужно провести. Если так вот получится, что это можно будет сделать. То есть тезисно, ну, тезисно никак нельзя, коротенько тогда? Не, ну, тезисно, смотрите, у нас очень много законов, которые противодействуют предпринимательству. У нас очень много законов. У нас полицейское государство стало. Конечно, я могу сейчас очень много говорить, и оно будет против меня, наверное, скорее всего. Потому что что нужно сделать? Что нужно сделать? Это, ну, много что нужно сделать. Первое, что вот эти органы, которые не подготовленные в тех же исполкомах, их нужно, первое, переподготовить. Второе, что нам нужно сократить и изменить законы, чтобы у нас государство было более открытое, а не полицейское. Второе, что если мы смогли бы это все изменить и экономику сдвинуть за счет, чтобы мы дали больше свободы, к нам потянутся люди из других государств, и инвестиции, и бизнес начнет расцветать. А так как государство первое стоит задача, что у нас сейчас, в настоящее время, мы все знаем, единственное государство в Европе, назовем так, человек, который, ну, имеет человека, который, ну, вы знаете, как называют его, наверное, все. Я даже не буду повторяться. У него есть много разных имен, и все обидные. Да, все они официально, как бы, да, понимают и знают, и он сам называет себя этими же именами. Поэтому, ну, только нам вот это, даже будет другой любой человек, у нас будут изменения сильнейшие. Вообще, я считаю, что нельзя быть вечным президентом, никогда. То есть, нужно постоянно менять людей. Вот приходит, я говорю, был бы человек, который занимал, ну, раньше занимался производством, он бы организовал все, связанное с производством, финансировал и все это запустил. Пришел человек, который занимал, любил хоккей, но он хоккей запустил. Ну, мы не хоккейная страна. Нам нужно было вместо этих ледовых дворцов не разрушать предприятия, а поддержать и запустить, перестроить их, возможно. В каждой области можно было перестроить. Поэтому, ну, понятно, что увлечение вот этой вот ненужности мы знаем прекрасно. И, наверное, многие из вас знают проблемы, которые, ну, можно озвучить открыто. С чем они связаны? Мы не такое большое государство, и люди отсюда у нас уезжают. И я знаю, что эта информация, наверное, она нигде не выстроенная не показывает, но очень большое количество людей, знакомых, кто как что смог, ну, умные люди имеются в виду, те знают, что они пригодятся в любой стране. Они уезжают в другую страну, и там работают и живут. Хотя числятся некоторые еще гражданами Беларуси. А работают по много лет уже в Питере, в Москве или в Польше работают. Мы сами об этом знаем прекрасно. Вот надо, чтобы эти люди возвращались к нам. У нас должна быть другая экономика. А как вы планируете их возвращать? То есть с помощью чего? Что вы готовы предложить им? Ну, смотрите, я уже говорил, что это отдельное целое обсуждение, и отдельная все, отдельная должна быть передача на этот счет. Давайте это перенесем на какое-то время. Ну, так смотрите, два года до выборов, следующий раз, время начинать. Ну, да, это, в принципе, даже... Логично. Да, да, логично. Потому что постепенно, постепенно нужно это все раскручивать. Потому что быстро это не пойдет. Ничего начать, извиняюсь. Да, 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 согласен. Потому что если мы ничего не будем делать вообще, у нас ничего не произойдет. Это не говорит о том, что я там буду. Нет. Пусть другой будет человек, но мы подготовим за два года. Понимаете, о чем речь? А какие вы силы видите, например, в Российской Федерации, которые поддерживают ваше стремление, с которыми можно объединить? В России, понятно, разных людей много тоже. И есть много вопросов к России, в том числе. Я это знаю прекрасно. И даже, ну, это связано с Великой Отечественной войной, это с разделением имущества. Что-то нам не показывают вообще непонятно, куда делись наши ресурсы. Вывезены были заводы, которые работали здесь как сборочный цех, работали, ну, тот же телевизионный завод, я знаю, Витебский телевизионный. Это объединение Ленинец. Можно поконкретнее? Мне, как бы, вот вопрос я вам задал, я хотел бы услышать ответ, извините. Да, да. Ну, поддержку мы всегда найдем. Будет изменение. Кого вы видите? Вот, вы же, я так понимаю, находитесь в Российской Федерации, общаетесь там. Кто по духу вам ближе, и вы в них видите, ну, так сказать, соратников упадет? Я вам скажу, что в России неадекватное тоже поведение есть властей. И тоже у меня часто очень рассказывают, я говорю, слушай, надо к Чубайсу сходить. Ты что, говорит? Это все, это семейное все свое, и мне подробно рассказывают, что, куда и как. Понимаете? Это сложная картина, чтобы вот вам рассказать, вот сейчас все, открыть все это вот шоу было. Это неправильно. Да, я должен все это проверить сам. Понимаете? Бывает, что у меня... Какая экономика в том плане, медицине, там, армия и так далее. Нет, нет, я... Значит, я скажу, что как относятся россияне к белорусам, могу вам сказать только. Нет, нет, вы же... Я почему задал, извините, я почему именно этот вопрос задал? Я прослушал очень внимательно вас, и вы не раз упоминали, то, что влаживаться, ну, производство, мы не раз приводили в пример Российскую Федерацию, в плане того, из-за ее численности, перспективы. Правильно я вас понял? Да, это... Я говорю о том, что... Поэтому, извините, поэтому и возникает вопрос, а кого, если вы уже, ну, так, каплируете именно такими знаниями, я так понимаю, долго в Российской Федерации, то вы уже хотя бы делаете свои выводы на каком-то базе. Поэтому, вы, наверное, встречались с кем-то, я хотел бы просто от вас узнать, на кого отлично мне обратить внимание в Российской Федерации. Смотрите, очень людей очень много, это депутаты разные, разные люди, разные люди и депутаты бывают. Это и ведущие, можно сказать, очень богатые люди есть, миллиардеры. Тоже разные. Имена у них есть? Есть имена, да. Есть разные. А можно серьезно, поконкретнее, имена? Как говорили в каком-то фильме о знаменитом, имя сестра, имя. Ну, я буду вам рассказывать имена, у меня визитки даже целые с собой пачканы. Меня конкретно интересует, например, какое-то движение, какое-то, такое-то, или имя, такое-то, такое-то. Я хотел бы, например, вложить за часть своих средств, я хотел бы быть уверен, что это принесет в будущем, как вы и говорили. Смотрите, есть политические движения, есть председатели советов, там и все у меня, есть в правительстве люди, есть, ну, недалеко от Путина очень богатые люди тоже. Кто конкретно? Вы понимаете, я не могу вложить лично своих кровных, вот вы предлагаете вложить 10 займов. Я не могу вложить свои кровные, не зная куда, поэтому, ну, хотелось бы, хотя бы гарантию какую-то, а так, я не могу написать письмо дедушке. Понятно, понятно. В целенной дедушке, вот я к чему. Значит, смотрите, людей, тысячи у меня людей, если перечислять все фамилии, то это нужно будет часами. Хотя бы самые крупные, самые первые, то есть, которые не слуху. Я бы мог показать, наверное, больше. Под кого можно вложить деньги? Почему под него вложить? Это миллиардеры, фактически. А зачем им мои деньги, если они... Ему не нужно вкладывать, они хотели... Нет, эти люди готовы вложиться в проект Интернет-2 целиком. мои деньги... Я называю фамилии. Давайте, я называю фамилии. Кимченко Геннадий Николаевич. Кимченко? Достаточно. Фамилии человек, да. Сургутес, да. Но 80% доли хотели взять. То есть, ну, как вариант, понимаете. У меня есть много вариантов, те, которые хотели бы вкладываться. Ну, понятно, что это доли. Или это народный проект будет, что это лучше и для развития. Или это просто группа людей, которые готовы вложиться. Ну, это понятно. народный проект это лучше, когда и люди получают от этого доходы и большое количество людей. Вот, белорусы будут получать вот проект Интернет-2, а весь мир будет пользоваться. Это было бы... Раз заговорили про Интернет-2, я бы хотел бы вопросов несколько задать. Давайте, задавайте. Да, первое по поводу сайта. У меня складывается впечатление, что его делал школьник на джунгли, на шаблоне и не мог нормально настроить. Владимир, ну, у вас же серьезная компания. Почему такой сайт поход? Подождите, объясняю. Мы не сайта-строители. Проект Интернет-2 это не сайт. Это тематические приложения. Это совершенно другое. Это написано отдельной программой. Вот наш, как говорится, браузер и под браузером находится приложение. Ну, вы понимаете, как оболочка. Заботься, конкретнее вопрос именно по проекту. Хорошо. Я бы хотел ознакомиться с демками вашими, чтобы, как сказать, пощупать ваш браузер, пощупать ваши программы, попробовать их в деле. То, что мы, когда в Питере делали, мы создали бета-версию. Бета-версия рабочая, клиент-серверная. То есть, фактически, у нас стоял сервер, не один сервер, и мы все это, ну, обрабатывали. У нас... А компания есть? Ну, сейчас этот сервер не стоит, я оттуда уехал, все, со мной, с собой все забрал. А проект закрылся? Ну, не закрылся, все коды, все у меня находятся. Патент, коды, все это. А что с вкладами людей, которые сделали, то есть, уже вклады? Ну, что, человек зарабатывал где-то, наверное, по 2 миллиона долларов в год. он как вложил, так и забыл. Просто вот, ну, у него 38 других компаний. Просто он не понимает в этом, хотел это все присвоить, и ничего не понял, что это нужно еще делать, и по-другому все. Поэтому человек занимался, банкротил предприятие. Так проект провалился, да? Нет. Ну, как он провалился? Мы создали очередную бету-версию, проверочную версию, так называемую. Да. Для того, чтобы создать этот проект, это порядка 600 приложений, тематических. Ну, допустим, СМИ. Это вот вместо Word, у вас СМИ. Вы настраиваете под себя, и по-другому все это работает совершенно. То есть, где можно скачать? Значит, было под XP сделано, под семерку сделано. Ну, под XP скачать можно. На сайте есть ссылка на документацию и на коды, прям выложенные. Документация, что мы сделали. И там есть установочный 100 мегабайт, это установочный, ну, это клиентская версия. Но вы с него не сможете вот работать, сервер-то, все это отключено. Понятно, это все должно поддерживаться. Сейчас, в настоящее время, было много, что пересмотрено. Время идет, меняется, и, ну, технологии все совершенствуются. То же самое здесь происходит. Мы сделали ошибку, что брали людей на конкурсной основе, как обычно все делают. Ну, настройку можно брать, да. А здесь оказалось, что нужно людей сначала подготовить, переподготовить. Это не только там проектирование, программирование, а и психологическая работа в коллективе. Да. Поэтому... Да подождите, вы деньги хотите собирать сейчас, и вы обещаете через три года, но еще нету, я так понимаю, персонала, да? Нет. Смотрите, мы сейчас, у нас 5 числа, начались уроки в закрытом виде, уроки у нас есть, но коллектив пока небольшой, потому что с Белоруссии, из-за рубежа люди, ну, немножко. Сейчас мы активно, ну, как раз лето, вот это вот лето, и мы активно в Москве будем набирать и формировать свой институт, то есть вот эти вот вещи. Сейчас мы... Хорошо, я хочу профинансировать ваш проект, как я это могу сделать? Это вы можете просто стать участником проекта, а не финансировать. Финансировать, это совершенно другой вопрос. Я же хочу... Да, да, участникам проекта. Я с вашим сайтом, там хочу делать, ну, купить... Пока у нас вот там сумма не поменялась, в Москве, я уже говорил, что в Москве говорят, что с этих сумм ничего не сделать, и нужно там сделать передачу, допустим, на каком-то центральном канале, обсудить это все и сумму другую ставить уже. То, что 200 долларов, Москва говорит, это лохотрон. Вот люди, которые бизнесмены, они говорят, это вот, ну, бензином там ты заправишься, ничего ты не сделаешь с этих денег. Это лохотрон. Поэтому, но мы с этих денег поднимались, чтобы все это вот поднять, зарегистрировать, сделать, объездить, встретиться, документы подписать, двигаться, это нужно финансы. Без ничего, ничего не получится. Это что же понятно? Вы же подсчеты делали, какая нужна сумма? Да, да. Нет, я сумму там все описано на сайте у нас. Нет, я ознакомился, там фигурирует сумма 200 долларов и эквивалент белорусских, российских рублях. А по-моему, даже... Да, да. Это вклады пока, это вклады. Я понимаю вклады. 10 вкладов, получается, 2000 долларов. Хотел бы, как это сделать. Ну, там есть и расчетные счета, есть прямые, в зависимости, откуда. Без Белоруссии там... Да, у меня карточка Белый инвестбанк. Ну, сейчас и на карточке, и на все. Если сумма превышает 3200, там у нас было, что люди есть, которые вкладывались больше, чем по 10 условных единиц, ну, разрешили определенное время, то высылали документ уже, ну, это на основании закона. Есть закон, что если превышает 10 мрот... Нет, но деньги, получается, понятно, а какие гарантии, не вышли... Ну, например, вы высылали с печатью бумаги уже документы. У вас есть печать зарегистрированная? Конечно. Нет, конечно. Высылали бумагу. Я так понял, вы есть в реестре Российской Федерации, зарегистрированные как ООО? Конечно. Нет, да, есть предприятие, все это зарегистрировано, все это можно проверить. Если вас не сотрудит, вот мне в личку, пожалуйста, я хотел бы просто ознакомиться, как бы сумма для меня большая. Попросите, попросите, у меня есть помощники, которые администрируют там все, и они вам покажут... А куда я могу обратиться? На сайте? Там на сайте, прям вот эта вот говорилка есть, справа, можно прям туда. То есть без вас нельзя никак? как бы... Не, ну, мой там телефон есть открытый, но стараются люди не дергать. Если уже нужно, на меня можно всегда выйти. Слушайте, Влад, я хотел у вас вопрос спросить один. Да. Вот есть различные фонды мировые, да, но самая высокая доходность не у тех фондов, которые вкладывают в производство. А вы говорите, что нужно именно в производство вкладывать. Какая логика в этом? Нет, смотрите, есть производство неэффективное, есть эффективное. Вы не смотрите, мы выбираем, нас никто не заставляет производить то, что государство нас не требует. Мы если решили вот это производить, и нам это выгодно, то мы это производим, люди покупают. Нет, подождите, Владимир, речь вообще не об этом. Просто есть спекулятивные фонды, которые могут приносить огромную прибыль без необходимости создавать реальное производство. В криптовалюту, например, вложить в какие-то акции. Я расширю, я расширю тезис серого кота. Дело в том, что те фонды вообще, которые вкладывают во что-либо, в том числе производственные, ну, скажем так, мягко говоря, там не последние люди сидят. То есть, там люди немножко думают, что нужно вкладывать в то, что выгодно. Но даже у них, но даже у них, несмотря на то, что у них степень гарвардских университетов или массачутевских, даже у них не получается делать высокую доходность. можно все это пробить, есть в интернете зарегистрировано предприятие Дистрибут в Санкт-Петербург мое. Я зарегистрировал Сушаков. Ну, это человек, три войны прошел, капитан второго ранга, и он вел целый год проект, продали мы Селин 74 и 5 килограмм. Мы продали его дешевле, там почти в 10 раз, но эта сумма, 110 миллионов долларов, мы получили только посредники. Это государственная программа шла, это, ну, долго, это все открыто. То есть, это здесь нету никакого, ну, ничего такого. Купил там человек, который вложил потом в ячейку в Лондоне и взял под эти деньги, ну, сколько оценивается, видимо, кредиты какие-то свои. Но мы, Ушаков подписал соглашение с банком, в Германии открыли представительство, и подписал соглашение и вложил в такой вот фонд, как вы говорите. Я не знаю, на два месяца что-то, то, что все это было заувалировано, не все донесено мне, хотя я директор. И мы должны получить в два раза больше за короткое время. Но денег ни тех, ни этих не стало. Просто, когда они поступили, очевидно, ну, я не обращался в банк, и эти деньги все, банк, налоговая, по сговору, ну, нужно это расследовать, конечно. Поэтому, можно эти фонды ничего не получать. Когда производство мы организовываем, там, выпускаем что-то, то у нас есть текущие операции, и мы от этого получаем, ну, постепенно, постоянно. А здесь риски высокие бывают. Там, где большие деньги, вот эти вот, связанные с вот этими вот рисками, там можно вообще ничего не получить. Вот у нас... Подождите, то есть вы считаете, что риски в каком-нибудь швейцарском фонде выше, чем вкладывать производство в Россию? Мы вот в таких вот швейцарских банках побывали уже. Понимаете? А можно название швейцарского банка, которому вы были? Хорошо, подождите, я еще хочу последний вопрос задать. Смотрите, вы говорили о том, что при развитии экономики белорусы могут получать по пять тысяч долларов и не работать. Да, за что? Да, я тут просто прикинул немножко. Получилось, что это чистая прибыль полтриллиона долларов в год для Беларуси. Дело в том, что самые крутые инвестиционные фонды планеты вместе взятые, включая Vanguard или BlackLights, а также Lloyd, они все вместе взятые не дают такую доходность. Откуда такие суммы? Не так, не так все это вы считали неправильно. То есть вы хотите сказать, что Беларусь вообще это ну один город, там Нью-Йорк, даже меньше, наверное, да? Ну так вот, вся Беларусь, даже меньше. И хотите сказать, что... Нет, у меня другое утверждение. Мое утверждение в том, что чистую доходность без того, чтобы все... Давайте посчитаем просто. Вот мы рассказываем невозможно. Давайте просто посчитаем. Я, вы еще 8 человек, положились по 10 тысяч долларов, построили городскую баню, большую, хорошую, красивую баню, сами строили год, построили. Дальше мы не стали деньги получать от дохода и построили еще 20 бань. В разных городах построили. И вот мы через 3 года стали получать по 10 тысяч долларов. Каждый месяц. Ничего не делали. Ну вот простой, это просто пример. Здесь, правда, нету производства. Нет, подождите, подождите. Если вы настроили кучу бань, цена на баню упадет. И наоборот, это станет невыгодным. Они в разных городах. Там, где нам выгодно, мы там... А мы все кто будет? Ребята, вы серьезно собираетесь с человеком говорить? Я условно говорю, я просто для понятия, чтобы было вам понятно. Но дело в том, что... Нет, дело в том, что вы говорите о доходности. Но строительство бань, неважно чего, это не значит, что будет доходность. Это не говорит, да. Но я... Мы говорим о производстве. Если мы стали производить какой-то товар, продукцию, которая пользуется спросом, или под заказ конкретно, который нам выгоден, вот заказали нам тепловозы, мы вкладываемся, посчитали, что у нас получается столько-то, столько-то работаем. Или заказ еще какой-то. Бывает заказ просто. Или начали выпускать те же аккумуляторы, весь мир пользуется мобильными, и понимаем, что это наше ноу-хау, это наш заказ, и мы продержимся в этом направлении много лет уже. Это тоже понятно. Медицина. Там по медицине тоже свои приборы, свои есть тоже разработки. Ведь учтите, много очень всего, что разрабатывалось, ну, не так богатыми людьми в России, то есть во всем мире много что разработалось, ну, при том, это с физикой связано. Тот же Алферов, это вот мобильник, это у нас появился от Жора Слава, все это в Санкт-Петербург, убежал. Белорусский фактически человек, который стал жить в Санкт-Петербурге. Так, где аккумуляторы? Аккумуляторы где? Ну, то есть, вы считаете, что вы будете производить аккумуляторы более выгодными, чем это производит Варта или Эстония, да? Сейчас возникла ситуация, что ситуация на российском рынке, когда есть очень много проектов, лаборатории, то есть институтов, нет денег, нет денег у них запустить все это. Продаваться не хотели бы. И вот такой ступор стал. И у человека у меня, с которым я постоянно каждый день связываюсь, ну, говорят, четыре тумбочек визиток. То есть, вот разные люди. То есть, в Москве он постоянно каждый день у него связи. Так аккумуляторы где? Подождите, скажите, Влад, скажите, пожалуйста, а как вы объясните такую проблему в Европе, в Америке, что денег море, но некуда девать, потому что все и малорентабельно? Просто там Лада нет, ребята. Вы не понимаете. Перепроизводство. Я Лада поддерживаю. У него очень хороший. Нет, смотрите, смотрите. Там очень много есть таких вещей, я удивился. Стоимость обучения на зубного врача. Вот сколько вы думаете? Больше 600... 630 тысяч долларов. Ну, при чем тут зубной врач? Ну, я просто... Вот как можно оценить? Для нас это непонятно. Вот для нас непонятно. Ну, кто... Люди берут кредиты, учатся, а потом это возвращают. И вот эти вот цены на медицину, они сверх гигантские там. Да. И люди платят. Там переборы свои. А можно спросить у вас, как у специалиста, ваше мнение о Илоне Маске? Вот он тоже как бы производит. Вы считаете, что ваша продукция будет инкуляторно способна с этим? Смотрите, я смотрел, да, очень много материалов по нём, поэтому для меня это не новое. Он создаёт, и у него многие вещи ещё уточные даже. Хотя, 17 миллионов стоит автомобиль, у Москвы 250 автомобилей. 16-17 миллионов. Это 275 тысяч долларов. То есть, это сумма, которая, ну, довольно-таки значимая для такого автомобиля. Я посчитал, сколько можно бензина купить на это ездить. То есть, это просто вот кто-то вот, ну, не знает уже показать, что у него вот есть что-то. Ну, понятно. Влад, скажите, пожалуйста, вот такой ещё вопрос. Смотрите, вот есть такие люди, которые долгое время занимаются производством, неважно чего, сельского хозяйства и так далее, и так далее, неважно. И все они жалуются на том, что очень сложно на рынке с конкуренцией. То есть, происходит демпинг, прибыль нестабильная идёт из-за этого и так далее, и так далее. Почему нет таких производств, где реально можно, как вы говорите, грести деньги лопатой, чтобы 5 тысяч белорусу каждому давать потом? Смотрите, 5 тысяч долларов в Америке, это вообще не денег, что сами знаете, и все получают. И ничего не порушилось у них. Поэтому это... Они же работают, они же не просто так получают, они работают. Нет, у нас 200 тысяч человек в Беларуси не работают и получают. У них кафе, ресторанчики есть, бутики, люди работают на них, и они не получают, то есть не ходят на работу, ну, ходят там, да, контроль какой-то, нанимают людей, и у нас тоже есть люди, ну, группа людей такая, немаленькая, которые не работают. У них уже свой бизнес есть, сложился. то же самое происходит и в России, понятно, и в любой стране. Ну, как это? Мы разве что запретим или эти люди уже не люди? Нет, нет, смотрите, малый бизнес, это все-таки работа, и при том еще какая. Они часто даже выбирают такое, что платят зарплату продавцу, но сам директор магазина прибыль не получает. Но вы же говорили не о малом бизнесе, вы говорили о рансье, то есть человек, который вообще ничего не делает, а просто получает прибыль. Нет, смотрите, хорошо, можно эту же сумму привлечь за счет миллиардеров, правильно? Все это бизнес-план, рассказать, все это понятно, и это проще всего. Или из 5 человек вложилось, как в проект. И эти люди будут получать, ну, прибыль. Что, зашел, оторжаться? Ребята, вы серьезно, вы должны молоко выдавать, это же просто трэш, не то, что трэш. Я не понимаю, зачем вы поганите со свой канал. Если вы хотите устроить трэш, то надо устраивать уже трэш, а не разговаривать с ним на какие-то серьезные темы. Нет, мы пригласили человека, чтобы он рассказал. То есть, понятно, умные люди видят, кто это и что это. То есть, мы ему специально вот сейчас задают ему колокол, вопросы такие, то есть, все умные люди понимают. Но, обстирать его прямо открыто, что вот ты там мудак, ты там такой-сякой, но это же не наш метод. Он кто-то обстирает очень грамотно, я по крайней мере... Вот, вот, я за это и говорю, что вот так вот, как сейчас, так и надо. То есть, чтобы умные люди четко видели, кто это и что это. Что он ничего по делу вообще не говорит. Не надо ему подкидывать дров в печь, ребят. Его надо выводить на... раскручивать эмоции. Чтоб у него... Он взорвался сам. Я ж не просто так его выводил. Это полностью риторика нода. Грубо говоря, процентов 5. Если взять, посмотреть ВВП и взять, посмотреть полтриллиона относительно мирового ВВП, то примерно так и будет. Что 20 процентов. Нет, ну, не так все это. Во-первых, вы считаете, прибыли, те, которые оплатили налоги, те оплатили, выдали зарплату, выдали... Это чистая прибыль, вы считаете? Да, это чистая прибыль, которую получит конкретно Беларусь, каждый Беларусь 5 тысяч долларов. Нет, это не та, не тот, не тот прибыль, которую вы считаете. Значит, никто из... Вот я вам рассказал правду про свою историю, если вы слышали. У меня был коэффициент, вот я в день, в месяц зарабатывал сразу, с третьего месяца где-то, на 93-комнатных квартирах, сразу. Выпускаю просто телефонные станции на 10 номерах. Ну, просто вот. Я нашел... Это же ничего не означает, ведь вопрос о масштабировании. Вот есть бабушка в переходе, она продает петрушку, у нее норма прибыли примерно, да, 500 процентов, то есть она потратила в 5 раз меньше ресурсов, чтобы ее вырастить, и она продает в 5 раз дороже. У нее 500 процентов прибыли. Но это не значит, что если она будет масштабироваться, у нее останется 500 процентов. Она будет уменьшаться, притом по экспоненте. Ну, первое, смотрите, мы будем выбирать те проекты, я уже говорил, с ноу-хау, которые мы первые это делаем, в основном. Это, ну, процентов 80 проектов, это ноу-хау проекты. Так это же все делают, все делают на Западе, Sony, Panasonic, эти все компании в ноу-хау. Не, не все, не все делают, не все. Они что-то тиражируют, повторяют старое, улучшают свое же. Ноу-хау, это когда появились мобильники, вот ноу-хау, на мобильнике появились, ноу-хау. Если, вот про те же, я повторяю, аккумуляторы, которые заказывают весь мир, тоже в мобильники ставят, это большой заказ, там можно расширяться. Но сколько времени будет расширяться, и сколько времени удержится вот эта прибыль, нужно считать, может быть, пять лет всего. Ну, я понял. В общем, вы, ваша команда аналитиков, они лучше, чем аналитики всех фондов в мире и всех производителей в мире. Нет, ну, каждый, смотрите, медицина, причем тут аналитики и все в мире. Если мы создаем что-то новое, то, что люди потребляют не в Беларуси, а во всем мире, то это производим, и это наше, понятно же быть, то получаем соответствующую прибыль. Или убытки, потому что мы создаем новое, которое никому не нужно. Ну, это тоже может быть, да. Я потому говорил, что 20% расширения. Поэтому ноу-хау это один из самых высокорисковых рынков в мире. 60% предприятий будут сверх рентабельные, а 40%, 20% из них вообще в ноль могут упасть сразу. В среднем по статистике по инвестициям в ноу-хау, то сверх рентабельных где-то около процента стартапов. Но это не так, вы совсем другое считаете? Нет, это средняя статистика по миру. Но опять... 1%, 99% вот этих всяких ноу-хау убыточная лажа. Ну, смотря что, понятно, надо разбираться в этом, смотря что. Не все нужно выпускать, то что... А вот смотрите, Владимир, мы не затронули еще один проект, я не знаю, вот он или не состоялся, европейский Холливуд, Витебский, который планировали там строить. У меня было два инвестора. Не было инвестора, да? Нет, два инвестора было. два инвестора. Так что с ним стало? Он вообще... Я обратился в заседание в горосполков. В заседание сделали, ну, как комиссию такую сделали. Цветков возглавлял, первый заместитель. И я попросил, говорю, дайте пустую бумагу. Ну, не пустую, имеется в виду, что город согласен, там территория три гектара, ну, до четырех можно развить, возле Телезионного завода, ей уже 42 года, пустырь в центре города, фактически. Они мечтают, что эта территория будет детский дикселент. Я говорю, ну, слушайте, когда приезжали к нам всякие вот эти вот польские увеселительные детские какие-то вот качели, я разговаривал с этими организаторами, они рассказывали, что 8 лет они это отбивают, но они примитивные. Я говорю, а тут нужно хорошие деньги вложить, чтобы эту территорию все это сделать. Никто не вложит на 300 лет. Поэтому есть проект такой, мы ближе находимся в Витебске, чем в Минск, и в Москве находится не меньше 400 киностудий, которые снимают, приезжают часто в Минск. Мы построили как РВС, киностудия есть такая, Москва и Питер современная. Плюс у нас есть и художники, и много чего. И там три в одном было бы, то есть территория построена. Три в одном это центры Европы, и приезжали бы, ну, не коттеджи, я назвал коттеджи, но это музеи, кино-музеи мира, фактически, под разные страны. Плюс мы сами что-то снимали, у нас ничего почти не слышно, ничего не снимается. И в аренду сдавали бы тем же москвичам. И рабочие места были бы. И здесь вот бегали, ходили тут по улицам известные актеры. Но Цветков сказал, я боюсь. Я говорю, слушайте, давайте пустую бумагу, что вы не против. Я боюсь. Потом пришла мне бумага официально, через неделю она у меня есть, чтобы я этого инвестора, инвестиции, передал молодежному центру по какому-то там ссылаются по указу президента, так положено. Они будут все это делать. На этом все закрылось. Хорошо, еще вопрос. Вообще, если бы 40% инвестиций в ноу-хау были бы сверхрентабельны, это получается, каждая третья инвестиция сверхрентабельна. Тут просто весь мир бы ломанулся инвестировать в ноу-хау. Очередь стояла бы. Ну, смотрите, что я называю ноу-хау. Ноу-хау бывает то, что продается. Если я высчитал, что вот телефоны станции, там электронное зажигание мы делали не такое высокорентабельное, я любые вещи делал, ну, к примеру, набор радиолюбителей беру журнал радио. Смотрю так, усилители, там еще что-то. Приходит женщина, говорит, ой, работы нету, но у меня завод один печатный плат делал. Я беру заказываю, у меня тройная прибыль в три раза сразу. Ничего не делаю, просто дал заказ, она тут же за два дня этих печатных плат напечатала, я поехал в магазин в Минск, отвез, и через два месяца получил деньги. Ничего не делаю. В три раза сразу подъем. Ничего. То есть вот люди, которые, и вот можно считать, я примерно тоже говорил, что многие предприниматели поднимались как? Брали там сумму где-то какую-то пять тысяч долларов, ехали в Польшу, набирали тряпок, продавали, в два с половиной раза поднимали цену, потому что в два раза невыгодно. И опять еще ездили. И представьте, вот с пяти тысячи через год они квартиру покупали, машину новую, мебель, там все. И дальше бутик уже образовался. Они вручную, примитивно действовали. Говорили не примитивно, но понятно, что это выбирали, что-то у них терялось, что-то, но больше, чем объем бутика, они уже не могли набрать и не вкладывались в производство. Но производство всегда, когда серийно что-то, вот мы покупаем станки, оборудование, литьевые машины, на пять миллионов долларов можно что-то накупить. И наняли там сотрудников и что-то делаем, создаем. Может быть, это запчасти к автомобилям, может быть, еще что-то. Мы смотрим, что будет использоваться спросом или под заказ определенный. Это же понятно. Это не говорит о том, что в Белоруссии мы должны все это реализовать. Нет. Это могут работать в Индии люди и выпускать, условно, опять-таки, рикши, выпускать нового типа. Там полтора миллиарда населения живет. И мы посчитали, что да, мы смогли бы здесь разработать или в России, или где-то и там выпускать их. Пусть покупают, пользуются. И посчитали, что у нас рентабельность такая-то. Все хорошо. Понимаете, о чем речь? Мы не говорим, не замыкаемся на Белоруссии, но мы сюда везем деньги. Лукашенко как-то выступил, где-то услышал что-то такое и говорит, нельзя так делать, чтобы люди не работали, а получали деньги. А на море вы же не собираетесь. Да, может, вся страна не работает, понимаете, как в Шмидцарии или в Англии, а получать деньги. Если у нас будет у каждого по 5-10 тысяч, то у нас и эффективность, и продаж появится, и те, которые занимаются продажами, и обороты появятся, и бюджет будет наполняться больше, если на то пошло. Это же понятно. Вообще, если брать 90-е и ту сверхприбыль у челочников, она была главным образом потому, что западные компании высоко оценивали риски местных рынков. И это было действительно так. Ситуация была очень нестабильной. Именно на высоких рисках товарищи получали эту прибыль. Но риски были. Но когда входит в страну крупная сеть, корпорация, они всех вот этих вот челночников задемпинговали в ноль. То есть это быстро стало убыточным и нерентабельным занятием. Поэтому, то есть челночников нельзя, вот такие вот авантюры нельзя масштабировать до размера полтриллиона прибыли в год. Да, 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 да. Понятно. Я поэтому говорю, производство только, когда мы серийно производим, приобретая оборудование. У меня есть... Производство еще менее выгодно, чем челночник. Смотрите, примеры. У меня тысячи примеров. Я без конца рассказываю. Один знакомый в Санкт-Петербурге, когда я жил, взял кредит 80 тысяч долларов, купил литьевую машину, стаканчики вот эти вот выливать, ну, стаканчики там. Мне говорят, по три, по пять миллионов штук заказы стали. Он за год стал миллионером, то есть возвратил деньги и реально стал миллионером в долларах. Какие у него были конкуренты, Влад? Просто заказы, вот эти вот разовые стаканчики, еще что-то, разовые кошки. Конкуренты, какие у него были, переплаты? Вот я не знаю, что. У него четыре машины уже литьевых стало. Так не было у него конкурентов, некому было демпинговать. Не, ну, конкуренты, они есть всегда. Просто... Если есть конкуренты, есть демпинг. Если есть демпинг, машины четыре превращаются в одну машину. Это понятно, да. Это понятно, что сейчас в мире перепроизводство во многих направлениях, отраслях. Это называется теперь производство, это называется просто производство и рыночное насыщение. То есть, люди покупают то, что им нравится по минимальной цене. Ну, смотрите, автомобили, в порядке 10 миллиардов уже выпустили, столько жителей планеты нет. Ну и что, автомобили нужная штука? Я бы три машины имел, если бы надо. Одну для развлечений, вторую по улице ездить на работу, третью там походу. Новые автомобили, чтобы новые совершенно и три. Так какая разница? Можно и 10 машин иметь. Вы же трусы не носите одни и те. Ну, вы хотели сказать, что надо жить в трех квартирах в разных городах? Можно и в трех квартирах жить. Проблемы нет. В машинах ездить. Перепроизводство никакой проблемы нет вообще. Ну, понятно. Если есть у человека деньги, то он будет дальше расширять свои возможности. Или вкладывать в науку, в себя, или в образование, или в культуру, или что-то творить, создавать, или просто приобретать, покупать, как потребитель обычный. Ну, а дальше что с этим будет делать? В смысле дальше? Границ нет никаких? Потребности, как вы сами заметили, безграничны? Ну, не безграничны, они потом, я знаю много людей, говорят, я от всего достиг, ну, есть у меня человек миллиардер, я от всего достиг, мне скучно. Как Новый год, он начинает спиваться, хотя у него много чего есть, и заводы, и все остальное. Скучно, говорят, у меня все есть, у меня все есть, у меня там пять квартир есть в разных странах, но мне скучно стало. Просто, это все есть. А что ты мне расстался? Я думаю, что ему скучно. А сегодня спросите, его случайно не Владимир Владимирович жил? Нет. У него нет даже одного процента того, что он мог бы иметь. Да, да, да. А что, Дмитрий? Ну, есть люди скучные, скучно уже, таких немало, которые вот достигли всего, и все, у них стало. Они не стали развиваться дальше. Ну, вы знаете же, случаев много разных, кто выиграл там большие деньги там в Америке или где, или люди все не смогли не управлять ими, просто пропили, прогуляли, и опять стали работать там дворниками, или вообще их не стало. Теперь я понял вашу цель, вы как санитар леса. Почему? Ну, вы хотите, чтобы люди не спивались, поэтому хотите привлечения себе денежных инвестиций. Почему себе? Нет, я здесь открыт, я рассказываю, как есть. Причем тут себе? Ну, я у вас спросил про предприятия, как вы говорили, про два предприятия, я хочу автоматизировать, у них привели, в пример, два типа обучающих там, ПГУ, что-то. Значит, смотрите, бюджет, проект, я понимаю, да, тот же проект интернет-2, все это, если запустить за два года, это громадный проект тоже. Когда он сделан на изъединительной платформе XP или семерки, я как бы решу немного. А при чем тут XP и семерки? Это на любой платформе десятки может работать, не имеет значения. Это вы закачиваете приложение? На любое оно работает? Я как бы тоже хотел иметь какую-нибудь королеву там, все это, хотеть не вредно, вредно не хотеть. Я поздравляю. Еще какие-то вопросы, наверное, у нас уже время сколько будет. Да, если у кого-то есть вопросы, по существу задавайте. Это же касается и чата, то есть, кто смотрит сейчас трансляцию, пишите вопросы в чат. У меня еще есть один вопрос, такой чисто политический. Вот представьте такую ситуацию, допустим, завтра нечаянно терпит крушение самолет с нашим президентом, послезавтра на проспекте Машерова зеленые человечки, еще через пару дней референдум о присоединении Беларуси к России. Как вы к этому отнесетесь? Ну, во-первых, смотри, почему отнесусь или что? Почему так сразу прям так? За кого вы будете голосовать, то есть за присоединение, против, еще что-то? Ну, во-первых, можно наговорить все, что угодно сейчас. Я не знаю, почему, если референдум, да? Референдум вы говорите. Ну да, да, это будет называться референдум. Зеленые человечки вас не смущают никак. Нет, это не важно, вопрос в другом. Ответьте, пожалуйста. Вы хотели сказать, пойду ли я на амбразуру или что-то в этом духе? Вопрос, на самом деле, в вашей позиции чисто как явлению. Вот есть явление присоединения Беларуси к России. Как выгодному относитесь? Ну, смотрите, Россия вообще чуть ли не разъявилась там на части. У нас территория совершенно другая, особенная, обособленная. И нам нельзя присоединяться ни к России пока, ни к Европе. Может быть, если Россия изменится и поднимется, ну, и станет экономический у них рост, и там они будут получать каждый из них по 5 тысяч долларов, то есть к сильному можно как-то тянуться быстрее. А когда творится в России проблемы разные, серьезные, притом и непонятные, то лучше быть самостоятельным. То есть вы себе лошадь, как самостоятельное государство, так? Да, потому что там творится тоже свои... А как вы оцениваете межморья, то есть союз с Польшей, Украиной, там Литвой, экономический? Ну, во-первых, почему с Литвой? Во-первых, нужны ли мы им? Вопрос такой. Мы сделаем все условия, которые требуют Евросоюз, или другое право? Почему нет? Ну, вы с нами знаете, что происходит в Евросоюзе. Для того, чтобы стать участником, потребуется немаленькое время, чтобы принять все эти вот... Что же не говорит сразу это дело? Сразу это не бывает. Нет, Freedom, Евросоюз тут немножко другое. Я имел в виду конкретно межморье, то есть торгово-экономический союз. Значит, весь мир стремится к объединению. Ну, весь мир, территориально к объединению. То есть когда-то придет время, когда не будет совсем границ. Можно будет, ну, я так думаю, что когда-то придет время, когда можно будет без визы, куда захотел, туда поехал, где хочешь, там ты живешь, работаешь, ну, и так далее. То есть стремится весь мир к этому. И понятно, что вот это стремление объединиться и быть свободным в пространстве человеку, это было бы здорово. Поэтому мы должны объединяться со всем миром, а не быть как там Северная Корея, чтобы вот у нас все границы были. И нужно все это обдуманно делать, конечно. Классная позиция у вас. Получается, что люди сделали свое общество и успешную страну, и какой-нибудь... Подождите, в Европе каждая страна, Франция на своем языке, Германия, тоже Европа. Я говорю за то, что есть страна, вот, например, в данной ситуации Соединенные Штаты классная страна. Она, мы сказали такую вещь, как стремиться к сильным. Соединенные Штаты на данный момент являются самой сильной страной мира. Вы не вылезли с этим? Ну, почему она самая сильная страна в мире? Смотря в чем. Там люди, каждый живет по себе. Я сегодня смотрел ролики. Там есть особые вещи, которые нам не будут нравиться. Ну, та структура жизни, которой вот по улицам идешь, никого нет. Там есть свои... Своя структура как-то. Своё межустройство в любом месте, по сути, в Штате. Так что тут... Может, вначале надо сделать у себя дома порядок навести, а не куда-то ехать? Не, ну, мы никуда не едем. Я к тому, что в Америке там свои очень большие проблемы есть. И мне не нравится, например, чтобы у нас жили и негры, и китайцы. Вы расисты, да? Я понял, вы расисты. А если... А если... То есть, с якутами вы уживаться будете? Вам только не нравятся китайцы? Не, ну, почему? Они могут приехать погостить здесь, подождите, как туристы побыть, да, погостить. Какую-то работу выполнили и поехали к себе назад жить. Но... Выше объединение с Российской Федерацией не исключаете? Я ваше слово так помню. То есть, народности, проживающие на территории России... У нас, у нас открыты границы. И так, сейчас. У нас открыты границы. Мы можем свободно переезжать туда-сюда без ограничений. И у нас нету... И с Китаем и Индией вы согласны, но индийцев и китайцев вы не согласны. Не, ну, зачем нам, чтобы наши женщины рожали от китайцев негров? А как вы собираетесь бизнес вести с китайцами? А при чем тут бизнес? Подождите. Мы можем бизнес открыть там, отправить на наших представителей, и они там работают у себя. У себя, там, там. В Индии. Понимаете? Да. Ну, так же есть... На самом деле, Литвина ничего смешного. То есть, это как бы, ну, нормальная практика. И... Речь не о том, что здесь китайцев приглашать, открывать там. Это не по теме. Да какая практика? Никто с вами разговаривать не будет, пока вы не будете сами сильными. Это понятно. человек там стоит, и я не знаю, конечно, извиниться, но тут грубо. Но сильным делают граждане, кого-то выбирают лидером, и дальше уже формируют... Я вас спросил, кого вы видите лидером? Вы не ответили никакого... лидером где? Имеется в виду где? В России? В частности, в Российской Федерации, к кому мы можем стремиться? Ваши слова будут. Посыл. Я правильно понял или неправильно? У меня такой вопросик. Назовите мне, пожалуйста, экономического лидера России. Почему экономического? В каком смысле экономического лидера России? Я поясню, что это значит. Ну, например, одним из лидеров, скажем так, цивилизованного всего мира является Илон Маск, например. Есть что-то в России подобное на Илона Маска вот в этом смысле. Почему вы так считаете, что именно он является? Потому что его компания SpaceX... Технологии, я имею в виду, в этом смысле. В 2017 году переднил по запускам ракет всю Российскую Федерацию космическую державу вместе с Азиатой. Вот я перед этим выступлением смотрел, Владимир Довгань рассказывал о биткоине, о Мавроде, о Доре, Тинькове, там, и вот такой же вопрос ему задали приблизительно такой, кто вот кто и ну, кто вам симпатизирует из бизнесменов и крупнейших. он назвал, говорит, есть такой человек Сергей Галицкий, там выступал в Сколково, у него... Бизнес отжали недавно. Ну вот, я не знаю насчет отжали, что он с нуля организовал, у него 270 тысяч человек работает, 8,5 тысяч фур, что-то, ну, в Краснодарском крае. Ну, это ритейлер магнит, ну и... Да, да, поэтому, ну, есть разные люди, которые, так вот, с нуля, каждый... А что, извините, Галицкий, как человек дал мигу, именно в плане того, вас попросили сравнить именно с Иллом Аском, потому что этот человек для мира, для технологий мировых, создал очень многого, приведенный вам пример, это ритейлер, ну, грубо говоря, купил, продать, что я так может. Я, у меня есть одна мечта, которую надо в жизни осуществить, это... это, 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 нет, нет, подожди, причем тут миллиарды, это, снять фильм о секрете Менделеева, мне с музея Санкт-Петербурга профессор подарил две книги, одна из них музейная такая, одна он сам написал, в России человек, вот, после Менделеева пошли вот эти вот перевороты, и у него 1500 проектов, мы все фальшиво знаем о нем, вообще, ни одного фильма не снято, и 100 университетов мира носит его имя, то есть его почитают в разных странах, это и нефтетрубы, вот что, ну, прокачка нефти, это его разработка, это ледокол, ермак, это, это не таблица Менделеева, там что пишут, что ему приснилось, это все неправда, он уже отвечал в то время, но там есть интересная история жизни, в 64 направлениях он все это, ну, реализовал ресурс, в том числе, химические удобрения, что в почву, это тоже его разработка, но мы об этом не знаем, фактически, но хотелось такой художественный фильм создать, это метрическая система мер, ну, я говорю, 1500 проектов реализовано, хотя 3000 было, ну, ошибочно, вот половина из них не получилось, половина, вот, ну, это пока так вот, мечта. Не, ну, Литвин, на самом деле ты тут не прав, дело в том, что Голицкий и Элон Маск в общем-то сопоставимые фигуры, то есть Голицкий тоже дал миру огромное количество благ, не меньше, чем Элон Маск, а может быть даже и больше. Ты имеешь в виду в качестве колбасы, завезенной из Польши, то есть я с ним... В том числе, да, это реальное благо, то, что людям реально нужно. А что дал Элон Маск? Я понял тебя, то есть приведенный Долгань, это тоже классный мужик, который сделал водку Долгань, я помню. Так а что дал Элон Маск? Нам ничего пока не дал, вообще ничего. Дело в том, что все проекты Элон Маска, во-первых, не ноу-хау ни разу, во-вторых, вообще не его проекты, а государственные проекты, и он просто субсидируется государством. То есть, вот, например, в Гонконге отменили субсидии на его автомобили, за год не было куплено ни одной Теслы, то есть это ненужный автомобиль, это автомобиль, который никому не нужен, за те деньги, с которыми он производится. Почему за это кто-то должен платить? Системой PayPal пользуюсь, а не? Системой PayPal она существует постольку, поскольку существуют ограничения в банковских переводах, поэтому фактически PayPal появился как прокладка между банками, и это единственное его достижение, за которое я ему скажу, молодец. И он на этом заработал, поэтому и все. А можно тогда спросить проект по электрификации, по-моему, северо-запада или востока Австалии. Нас в курсе, я понятен. Ну, а при чем тот Илон Маск? Это старые все технологии. Не-не-не, все-все-все, я больше вопросов не знаю. Я с тобой понял, защитан, тролльный защит. Хорошо, приведу пример другой, не Илона Маска, альфабет. Ну, Google, проще говоря. Есть аналог какой-нибудь в России? Экономический такой же, типа Google. У нас есть Алферов, который в Питере живет, он исследует с волнами и все, что связано. У нас бы, наверное, антенны были бы большие, и не было бы такой мобильной связи, которая сейчас существует. И он много что исследовал в этом направлении, получил Нобелевскую премию. До сих пор не знаем, но это наш белорус фактически родился здесь, туда переехал, живет. Если предприниматель сам стал успешным на рынке, без этих субсидий и так далее, он однозначно нужен и важен миру. То есть, для этого доказал сам потребитель. А если государство какие-то проекты с помощью какого-то человека делает, никакого отношения к полезности, к важности это не имеет. Извините, я отходил, я вас понял, вы сказали, что Илона Маска субсидируется государством. Я вас правильно понял? Конечно. У нас тут многоуважаемый Владимир что предлагает сейчас? То есть, если сравнивать Илона Маска, ну, клуба, говоря, который не приносит ничего и Владимира, они так? Подождите, вы хотели что сказать? Дайте я кое-что отвечу. Приводимые мной примеры, это и речь идет о развитии технологий каких-нибудь, каких-либо, которые в дальнейшем будут иметь значение. Есть ли что-то такое в России? Вот это я имею в виду. То, что в военной области возможно, но это людям не нужно лично. Вот лично каждому человеку это не нужно. Это затраты. Речь пойдет о социальной сфере. Цель то, что будет использоваться в обычной жизни. Да, да. Вот интернет-2 цель это увеличить где-то в 20 раз эффективность нашей жизни, чтобы люди мгновенно смогли получать ту необходимую информацию, которая им нужна. За счет чего? За счет классификаторов международных внедренных, за счет системности ресурсов и уникальности, ну, допустим, СМИ. Это приложение на все языки мира вы просто подписываете под себя то, что вам нужно и получаете. А, ну, все вам не нужно. Вы берете из Китая, из Индии, там, я не знаю, по вашему направлению. Потом возможность сохранять информацию у себя в хранилище. Подождите, Влад, так это же технология уже есть, она называется, по-моему, в браузерах она называется закладки. Нет, подождите, вот, допустим, вы хирург, вы занимаетесь операцией на сердце, еще что-то, для примера я, и вам нужно со всего мира владеть информацией, что происходит в этом направлении. Но на разных языках пишут все-таки, да, переводчик может как-то перевести, но вам хорошо бы, чтобы обращаться к этой информации быстро, оперативно, эту информацию иметь у себя на мобильном устройстве. на планшете, допустим. И, соответственно, вы будете ее собирать, у вас будет личная такая универсальная Википедия. И будете, да, общаться, обмениваться еще с другими хирургами в мире. Но вы будете это все под себя, под свои возможности, ресурсы, технику как-то модифицировать и настраивать эту же информацию. То есть вы получите уникальную свою собственную Википедию, так называемую, которой будете пользоваться и развиваться. Человек должен постоянно учиться. А преимущество в чем? А преимущество в том, что сейчас этого невозможно сделать, чтобы у вас... Чему невозможно? Возможно? Операции делают по интернету. Возможно уже. В Австралии. А термотия операции... Вы приходите ремонтировать или что-то и начинают полчаса искать. Они должны все это найти за несколько секунд. Потому что все неорганизовано. Разные сайты, разные ресурсы. Зашел, не нашел. Нету системности никакой. Не, подождите. Системность есть, но дело в том, что так как у меня спрос индивидуальный, мне система не интересует, не устраивает. Я ищу то, что меня устраивает. Если вы предлагаете что-то унифицировать, это не значит, что это будет меня устраивать. Это понятно. Вы немножко не понимаете. Я говорю, есть ресурсы, которые, к примеру, систематизированы, стандартные. Ну, допустим... На каждый автомобиль завод выпускает запчасти определенные. Ну, для примера. Есть классификаторы к этому. Нету... Ну, я обращался, неоднократно получал такую ситуацию, когда опытные уже, те, которые занимаются поставками запчастей, сидят полчаса, по часу ищут и говорят, нет, мы не можем найти. Я говорю, так 15 миллионов автомобилей. уже есть решение, уже есть решение, довольно давно работает. Касательно автозапчастей. Так, хорошо. Хорошо. Да, их чуть ли на принтере печатают печатают уже давно. Огромная база данных Тегдока, по-моему, порядка 40 гигабайт в Майске или занимают. Ну, для сведений. Ну, может быть, у кого-то есть. Почему-то не находит постоянно. Но те, кто занимаются автозапчастями, все пользуются Тегдоком и проблем с поиском нет никаких. На самом деле, когда у человека спрашиваешь запчасти, у СТО, там, кто этим занимается, да, он говорит, что нет такой запчасти не потому, что он не может ее найти, а потому, что ему это невыгодно искать какие-то запчасти и довозить до вас. Он продает то, что ему выгодно. Ну, не так сказать. Они ремонтом занимаются и все остальное они за запчасть фактически ничего не получают почти. дело в том, что поиск запчасти это конкретные трудозатраты и геморрой. Зачем им этим заниматься? Или доставка запчасти это тоже геморрой. Ну, если вы поднимете цену, например, скажете, слушай, найди мне эту запчасть, я плачу двойной тариф. Вам найдут любую запчасть, хоть на форт модели Т начала 20 века. Ну, я смеваюсь. на форт Т Т-20. Какие-нибудь вопросы еще у кого-то есть к Владимиру? А то интервью идет уже почти два часа. То есть, задавайте, иначе нужно останавливать трансляцию. Давайте, да, по плану мы, если что, дальше будем делать или не делать. То есть, вы предлагаете еще выпуски? Ну, если это нужно, выпуски. Ну, в принципе, мы уже как бы обговорили темы основные, то есть, ваши проекты и президентскую вот эту компанию. Ну, да, сказали, что нужно обдумать. Да, это нужно подготовиться, потому что понятно, что если это нужно, то нужно. Да, еще по поводу проектов вкладывания. Вот у меня, например, есть, я не знаю, 5000 долларов. Мне надо, конечно, знать компанию, мне надо знать историю прибыли, доходность, все эти бухгалтерские нюансы. Но это другой вопрос. Вы хотите акции, типа, вот как акции, смотрите стандартные вещи. Не-не-не, я хочу все на ваших условиях, мне просто эта информация нужна для того, чтобы сделать и принять решение. Ну, и в ближайшие дни будут отчеты, видео, планируется, будут выступать руководители подразделений по проектам. И, ну, то, что возможно, то, что не все хотят выкладывать эти бизнес-планы, которые, ну, сейчас где-то уже на 90% имеются в виду финансирование. Вы сами знаете, что не все, ну, хотелось им, все всегда прячут и закрывают друг от друга. Не-не-не, бизнес-планы абсолютно не интересуют, не интересует доходность общего фонда, чтобы я для себя принял решение о том, что это перспективно рентабельно и планируют деньги. Я понял, планируется в ближайшее время выступление этих подразделений. То есть, это вот руководители проектов разных, которые мы участие принимаем. Ну, то есть, это будут просто разговоры, не будет никакой документалистики, что налоги уплачены там. Нет, будут, будет, конечно. Там все это, какое предприятие, история предприятия, сколько человек работает, какой город, где, что находится. ссылки какие-то. Понятно, что это не просто там разговор. Скажите, за счет чего будет ваш проект, назовем, это будет на первое время существовать? За счет инвестиций изначально? Смотря какой проект, вы о каком говорите? А то универсальная Википедия, о которой вы говорили. А это интернет-2 технология. Это клиент-серверное решение с около 600 тематических приложений. Есть много мер и системы финансирования. Есть, ну, стратегическая такая форма финансирования, когда продаются лоты топ-компаниям, которые будут на каждой территории самодействовать при разработке. То есть, это подписка МСДН, ну, это имеется в виду, при разработке мы должны учесть все особенности, допустим, Госкомстата в России, в других странах. Им это очень важно и это очень нужно. Допустим, есть много проблем с этими классификаторами, нужно приводить в международный формат. Дальше, значит, СМИ. К примеру, есть ведущие компании, крупные СМИ в России, которые лидируют и перепродают свои СМИ другим мелким компаниям. И тоже вот эта вот стыковка, в том числе, ну, к примеру, у нас 10 где-то проектов собственных, которые не реализованы, допустим, не ликвидны. Это клиент-серверная технология, где каждое предприятие имеет свой склад, это, ну, не ликвидов, большой список, и синхронизируются эти данные с удаленным доступом. Ну, это один из проектов, из десятка. Это крупные проекты, которые каждый из них, ну, даст высокий доход только. Ну, они будут включены в общие, в этих вот 600 приложений разных. Допустим, медицинское приложение, это включает себе там не только, есть профессиональное, а есть для граждан. Не только фармацевтика, но это приборы, лечение, там, ну, отдельная это стратегия, заводы, предприятия, все это комплексом. Есть военная область, то же самое, своя там иерархия, своя история. Вот эти вот приложения, они, ну, настраиваются под каждого клиента, ну, по-своему, кто, кому что нужно, соответственно. но участвуют в общей, в общей разветвленной базе. Ну, это вот кратко, чтобы было понятно, если я понятно, что ты сказал. Да, например, что гарантирует конкурентность вашему проекту, назовем это так, с тем же, с тем же, например, гуглом, с тем же фейсбуком, если люди, у которых есть определенные интересы, они через эти поисковики, через эти компании могут уже найти себе информацию, она уже у них есть, они уже могут искать что-то, уже разговаривать с какими-то людьми, которые это интересуют, их по какой-то теме, которая их интересует. Ну, смотрите, гугл, это поисковик, который индексирует сайты, и базы данных, они не лезут, это раз. Нет, ошибка. Гугл, это компа, и корпорация, а сам отдельно поисковик, это уже другой разговор. Да, ну, понятно, я говорю про поисковику, гугл поисковик, про это говорю, что это поисковик, который не лезет в базы данных, он не может, ну, они, во-первых, зашифрованы, закрытые чаще всего, и он оттуда не индексирует ничего, вы оттуда ничего не получите. Но я говорю про саму корпорацию, я не про поисковик говорю. Да, здесь, как появляется информация, она тут же у вас, она есть, если вы потребитель этой информации, отличительно от поисковика гугла, если появилось там такой-то прибор в таком-то городе, который вы ищете, то вы тут же его получите, ну, как бы сделали запрос, хочу купить там горбатый запорожец за 100 долларов, чтобы он был вот такой, и вы этот запрос оформили, и вот он появился, или хочу купить в таком-то доме квартиру на третьем этаже, но никто не продает, и когда появится эта информация, тут же вам приходит смс, это отложенный запрос, у нас уже это вот работает, и фактически вы будете в курсе всех событий, которые вам нужны, но если у вас обращаетесь к тысячам, там сотни тысяч сайтов, к разным, которые вот, ну, в Москве, к примеру, город большой, и по недвижимости множество сайтов, куда вы обратитесь, чтобы отложенный запрос получить? Да никуда, будете просто стихийно это все искать, поэтому здесь нужен ресурс, который будет один, ну, если он один, одна база, то, соответственно, все пользуются и находят информацию, а если этих сотни баз, то вам требуется много времени, чтобы найти, вы не найдете даже все, что там существует. Владимир, вот такой вот вопрос, вам в 2014 году вы, в принципе, то же самое рассказывали, скажите, вы как-нибудь продвинулись, вот в вопросе интернет-балл, какие продукты были созданы? Значит, мы стояли, мы до 2010 года что сделали, то есть, время вот начиналось, потом заканчивалось, все стояло, потом опять, ну, тут по разным процессам, во-первых, я вернулся назад, и у меня тут свои, ну, собственные были проблемы с родителями, у меня мама умерла, в общем, все из-за этого вот тоже приостановилось, поэтому, да. Мы сочувствуем вам, а те люди, которые, у вас уже влаживался кто-то, да? Ну, да, да, это в Санкт-Петербурге. Люди, вложившиеся в 2010 году получили уже дивиденды? Подождите, они просто приняли, человек, который шестереков вкладывался, он понимал, что это его риски, понимал, что, ну, он понимал, что это может отобраться, он в этом не понимал. один человек только вложился. Там два человека было. вся ваша организация и система это два человека. Нет, это инвесторы, при чем тут? Два инвестора, у вас только два инвестора. Это было два инвестора, которые вкладывались, да. Последние три года, когда я жил, я 10 лет там жил. А работали работники наемные, понятно? А если не секрет, сколько эти люди вложили и сколько вы платили вашим работникам? Ну, все я оценил в 5 миллионов долларов. То есть эти два человека вложили в 5 миллионов долларов? Там меньше, да. Нет, меньше, это общее там. То, что я до этого еще... То есть, я так понял, вы свои средства вложили, да? Ну, сначала было свои средства, потом меня пригласила компания одна, СТО Инфоресурс, и мы шли к бюджетным деньгам. Ага, вы хотели распилить бюджетные деньги? Нет, мы не пилили. Мы дошли до исполкома СНГ, и было заседание в Москве, в исполкоме СНГ. Но там откатная система оказалась, мы не стали участвовать в этом. А если не себе, ну, кто вам палки в колеса ставил? Какая фамилия можно назвать? Да. В каком смысле палки в колеса? Ну, исполкома СНГ кто-то ж вам... Нет, они готовы вкладывать и сейчас. Пожалуйста, оформляйте, вкладывайте, это самое государство. Ну, будет принадлежать государству, да. Вкладывать будут, да, готовы. Оформлять надо, и все. Это понятно. А это вы в Москве ходили, да, в исполкома СНГ? Ну, я жил в Санкт-Петербурге с 2009, ой, с 1999 по 2010. Но вы сказали, что вы ходили в исполкома СНГ, это вы ходили... Мы дошли до исполкома СНГ, да, Москва, это министерство по информационным технологиям заседало там 11 или 13 этих министров с каждой республики. Это исполкома СНГ, да, кто входил в то время в исполком СНГ. А какой это год был? Наверное, где-то 2004. А, это уже столько времени вы... Нет, с 2010-го я стоял. С 2010-го, с 2000 на Новый год я приехал. Ладно, какие-нибудь еще другие вопросы? А то ты Литвин немножко, ну, как бы не по теме. Это тема, ребята, я хочу выяснить, человек... Нет, вы позвоните, я вам все расскажу отдельно, но это... Это не тема нашего интервью, то есть такие подробности, это ты с ним индивидуально решай. Я визитки покажу разные, покажу материалы, документы, ну, понимаете, это все... Вот у меня есть визитка из по-моему, я прямо... У меня, например, тоже имеется визитка Яроша, понимаете? Телефон можно вам показать. Нет, ну, просто я... Нет, есть презентация, есть... Я визитка Нод Федорова лично, с Федором, как вы с ним относитесь? Хорошо относитесь? Нет, Федорова кто? Кто Федорова? Ну, Нод. А? Нод. Ну, как я могу относиться, если я... Движение Нод вам ничего не говорит в Российской Федерации? Давайте мы, это что касается конкретных каких-то вопросов, такого характера, это отдельно. Мы здесь в записи все это идет, мы сейчас более высокий, такую высокую задачу ставим сейчас. Понимаете? Нет, почему ни о чем? Мы ставим вопрос, что нам нужно делать в республике, чтобы изменить экономику. Нам нужно объединить людей. Давайте так. Владимир, мы интересуемся, как вы относитесь к движению Нод, как потенциальные вкладчики. Хотим знать, какая у вас позиция. Ну, на это что-то у меня позиции нет, как вкладчики. Я политичен? Хорошо, давайте я немножко сам на своем, на личном примере немножко от этой вот политики. Например, меня интересуют инструменты социальной игрификации. Зачем мне нужно использовать вашу некую универсальную Википедию, если у меня первая? Есть человек, чьи статьи, считаю, Джордан Шапира. Второе, у меня есть YouTube, где я могу найти эти самые инструменты, то, как они применяются, то, какие они дают результат. Зачем вот она мне будет нужна? Вот на моем конкретном примере. Но если так рассуждать, то многие сайты, проекты, они тоже не нужны, если так разобраться. Это тоже понятно. Также есть дублирующие инструменты, какие-то создаются конкурирующие, создаются и живут. Поэтому разные есть государства, которые, во-первых, если взять социальные сети, то их, наверное, больше двухсот существует, а мы пользуемся некоторыми только. В разных государствах не знают, что такое, да вообще не знают ВКонтакте, например, или Одноклассники не знают, что такое. Поэтому я же не говорю о том, что это Белоруссии нужно или в России и всего лишь. Но здесь проект, он другого характера совершенно. И там поставлены определенные цели. Дело в том, что когда создавался интернет, не было памяти, не было такого оборудования. И да, он развивался, усиливался, улучшался, но многие вещи, которые изначально не были реализованы, они так и остались. То есть мы создаем запорожец, делаем его, раскрашиваем лучше, двигатель ставим, но он запорожец. А я предлагаю просто, ну, почему вот операционные системы приходится сносить с нуля и опять заново ставить, а не наращивать его до бесконечности. То есть здесь вот мудрость была сделана, что надо снести и обязательно поставить заново. Тогда будет у вас уже другая система, по-другому все, защита и работа. Но это технические особенности. Здесь, я думаю, что не стоит вот эти терминологии рассказывать людям, которые не каждый это все понимает, о чем идет речь вообще. Это отдельно, ну, отдельный доклад, отдельный для технорей, отдельно, может быть, для специалистов. Нет, просто я не понимаю, почему вы свой вот этот вот проект, вы его так считаете, что он будет востребован. В моем, собственно, примере, о котором я вам говорил, если я интересуюсь какой-то определенной тематикой, какими-то определенными инструментами в ней, почему я тогда уже сам в дальнейшем, когда я свои интересы разовью, я уже не буду составлять конкуренцию кому-либо, и я уже буду сам своеобразным проектом. То есть, получается, ваш проект – это всего лишь один из многих, но более крупный. А мой будет – это просто индивидуально. То есть, это ваш, это всего лишь просто один из. Не, подождите. Я это, чтобы все рассказать, это нужно очень большое время рассказать. Во-первых, тут речь идет об таких вот конкретных уникальных проектов, универсальных, которые нужно соединить все в одно. Или проекты, которые самостоятельно независимы. Это много разветвления существовать будет всегда. Это понятно, что ваш проект, там еще чей-то проект будет существовать. И параллельно технологии интернета, интернет-2, они сначала будут параллельно существовать. А затем, постепенно совершенствуясь, интернет-2 перейдут все на интернет-2. Так как вот телевидение, никто не смотрит черно-белый телевизор. Ну, никто не смотрит. Говорят, вот зрение не будешь портить. Другие говорят, вот черно-белое, оно лучше, там, и так далее. Но никто уже не смотрит и не пользуется. Потом ушли от кинескопов, ушли от радиоламп. И все это постепенно перешло. Перешло в другую структуру, в другие возможности. То же самое здесь. Имеет свою версию, имеет свою интеграцию, имеет свою реализацию. То та же Википедия создавалась, все смеялись, кто тебе, говорит, будет деньги давать просто так. Они 20 миллионов долларов собирают на поддержание Википедии, просто вот, ну, благотворительности. Да, к слову сказать, Амитадором сейчас идет разговор о создании децентрализованных таких энциклопедий на блокчейне. То есть, это проекты развиваются. Википедия это не единственный проект. Понятно, понятно. Ну, здесь, можно говорить... Кстати говоря, вот вопрос. А ваше отношение к новому вот этому декрету нашего президента о цифровой экономике в Беларуси? И вообще о цифровой экономике и блокчейну? Вот ваше отношение? И внедрению его? Ну, блокчейн это пирамида, фактически. Она когда-то рухнет в определенное время. Это начнем с этого. Потому что... Блокчейн или конкретно биткоин? Биткоин. Я говорю о блокчейне вообще, как о технологии. Не о биткоине, как о криптовалюте. Да, да. Ну, во-первых, смотрите. С одной стороны, многие говорят, что это уникальная хорошая вещь, когда мы отойдем от зависимости доллара, евро и так далее. Но это другая история, как говорят. И то, что вот подписано, ну, по-разному это произносится, вернее, по-разному. Разные даже экономисты к этому относятся. Потому что, ну, наверное, у каждого свои знания. Кто-то вообще в этом не понимает до конца глубоко. Кто-то не разобрался. Но мы также в свое время, в свое время, ну, не мы, а радовались МММ и бежали там, акции скупали. А что из этого стало, мы потом поняли. Также и другие вещи. Поэтому, ну, где здесь какие-то гарантии, и что-то, чего-то не произойдет и не происходит. Это не МММ, тут нету остановок человека. Тут все где-то не было в том пределах. Да, да. Это все, да, это все заэвалировано. Мы не знаем. Есть человек конкретно, который это все разработал и который хорошо заэвалировал. Поэтому есть конкретные люди, которые это все сделают. А человеку биткоин не принадлежит, он-то и прикол. То есть он не является сейчас самым главным. То же самое и с другими криптовалютами. Это понятно. Но мы не знаем тонкости всех этих вещей, наверное. Почему мы не знаем? Код биткоина, например, открыт. То есть непонятно, почему вы решили, что это пирамида. Только потому, что вы о ней не знаете? Нет. Просто не код биткоина, а просто смотрите, что происходит. Это перепадок. Там нету производства. Там спекуляция идет сплошная. Просто вот. Ну а что тут такого, что нету производства? В производстве, например, золотых монет тоже нету производства. Если бы Мавроди в сиденье выложил в производство, которое давало бы доход и подняло государство или, ну, понятно, в отрасли там и так далее, которое давало бы доход, за счет этого происходили бы выплаты, то это была бы другая история. Да, это была бы другая приистория. Только причем здесь Мавроди. Я же вас спрашиваю про биткоин. Про биткоин то же самое. Откуда деньги берутся? И деньги берутся, потому что биткоин уменьшается в обращении, его количество. То есть он становится более редким. Ну, а кто теряет деньги, откуда они берутся? Ну, кто там, кто теряет? Вот биткоина нужен, например, я не знаю, как велосипед. Если количество велосипедов уменьшается, а велосипеды растут в цене, это же как бы закон спроса и предложения. Так, ну, нет, там я знаю, что биткоинов определенное количество выпущено. Ну, будет и все. То есть не будет. Да, да, но на сегодняшний день эмиссия биткоинов, она происходит медленнее, чем потеря прошлых биткоинов. Но здесь все равно система так организована, что кто-то теряет деньги, кто-то получает. Ну, кто позже входит в биткоин, тот, наверное, теряет, если он входит на какой-нибудь пузырь. Да, да. Ну, поэтому... А причем здесь пирамида? То есть какая аналогия с пирамидой вообще? Мы же не говорим, что если человек покупает золотые слитки, кто теряет деньги? Ну, кто-то теряет все равно. Ну, в смысле, кто-то купил золотые слитки за деньги. Кто потерял деньги? Владелец золотого слитка, но он вроде как ничего и не потерял. Я ничего вроде бы не нашел. Не, ну здесь... Он нашел золотые слитки, которые он продаст еще дороже. Навряд ли. А если он подешевеет? А почему он подешевеет? Он подешевеет, если количество золота увеличится, например. А если уменьшится? Ну, то же самое, он подешевеет, я говорю, что... Нет, если уменьшится, оно не подешевеет. Такой вариант, что золото просто будут переставать использовать там, где оно используется сейчас, поэтому оно будет дешеветь. Просто из-за того, что вы не используете. Будет это как публикушка какая-нибудь, не больше? На самом деле, есть такая гипотеза, но, ну, долго объясняют, почему здесь это немножко неприменимо. Дело в том, что у биткоина есть конкретное предназначение, в отличие от золота. Поэтому, ну, это некорректная аналогия немножко. Да, да. Вообще-то, я имел в виду, когда я вас спрашивал конкретно технологию блокчейн, не криптовалюту, какую-либо на основе его, а внедрение этой технологии в нашу белорусскую экономику, то есть, использование, например, в выборах, использование в различных других сферах. И декрет цифровой экономики, то есть, привлечение вот инвестиций, создание биржи криптовалютной в Белоруссии, то есть, как вы оцениваете это? Ну, это понятно, что шаг вперед, если у нас будет все правильно сделано и лояльно. Имеется в виду, что многое, то, что у нас делается, делается с интересом правительства, фактически, какого-то интересного, личного. А люди остаются ни с чем, чаще всего, чтобы у нас не было перевертышей вот этих. Что сегодня у нас приняли, а завтра у нас все... Так вот, в итоге, что окажется лучшее? Интерес государства в блокчейнах или способность людей с этими работать? Из-за чего блокчейн разовьется? Из-за чего будет государству нынешняя власть себя на русской пользе? Смотрите, переход на цифровые паспорта, на цифры... Все для каждого человека. Сейчас что... Ну, разные вот, разные тенденции идут. Вот в Москве мне, вот я недавно был, неделю назад, в одежду специально уже вшивают незаметно чипы. И приловчились, ну, кто шьет одежду отдельно, говорят, вот мы не вшиваем, а вот то, что вы купите, фирменную одежду, там будут вшиты уже чипы, за вами будут уже следить. И если нужно, там, что хочешь, что и сделай. Поэтому людей запугивают, да, таким образом. Ну, здесь, сейчас вот на таком периоде, когда будет происходить вот это вот шатание, часть людей будут бастовать, бойкотировать, часть людей еще что-то будут делать. Ну, против этого. Разные поколения существуют. Потом еще связано с верой, тоже связано, что мне такой паспорт не нужен, потому что, ну, вы, наверное, слышали это все. Да, наверное, слышали про число зверя, про конец света. Нет, ну, здесь просто люди разные, здесь нужно людям многое рассказывать правильно и объяснять, если это возможно. А как вы относитесь к контентам, что в телефоне вот жуляют? Уж видели, да? Когда разбираешься аккумулятором. Что телефоны? Ну, снижение там, стоят чипы, видели, когда разбираешься аккумулятором, там они следят за ним. Поэтому я не пользуюсь смартфоном. Нет, телефоны, вот если настроите вы сами, вот у меня настроен так, что кому надо, тот видит, где я нахожусь. Я открыт. Да. А я еще шапочку себе сделаю, что я тоже помогу. Ну, поэтому мне нужно отследить, где я, в какой точке нахожусь. Я не прячусь. Да, вот. Ну, как бы... Нет, ну, если не надо, шапочка очень помогает, я пробовал работать. Да, да. То есть, по-вашему, в Беларуси ничего, что то, о чем Лукашенко говорит про IT-краину, пока что невозможно из-за людей? Ну, во-первых, будет ли это реализовано? Я не знаю, что будет реализовано. Я эти материалы не смотрел. В том-то и дело, что это не реализовано. То есть, этот декрет только хуже сделал, да, на момент. То есть, вмешательство государства, как говорится, в частную жизнь. Владимир, где с вами можно встретиться и послушать вашу лекцию? Так рассказывается хорошо. Я бы хотел пригласить своих друзей посетителей. А где вы, в каком городе? Я на юге Беларуси нахожусь, но у нас поезда развиты, поэтому мы уже приедем. Человек 15 будет. Ну, понятно. Ну, я вот завтра, если тут согласую все с утра, я планировал на Минск, потом с Минска на Москву, наверное, там один-два дня от силы. Хорошо, стрим идет уже более двух часов, поэтому мы заканчиваем трансляцию. Беседа продолжится в обычном формате. Кто хочет, может задавать вопросы. Это уже не на запись. Всем до свидания. Большое спасибо за то, что смотрели стрим. Смотрите наши новые стримы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И если вас интересуют программы гостя, то переходите, собственно, на сайты и смотрите. Спасибо. Спасибо.